Ну что ж, всем здравствуйте! Я, слушайте, аж волнована, что мы с вами сегодня встретились. Кто-то меня знает, с кем-то мы уже виделись на образовательных различных курсах, семинарах и так далее. Кто-то видит впервые, возможно, но, знаете, я, наверное, уявляюсь из ряда всех наших педагогов. Почему? Потому что все, кто сейчас на этих курсах будет выступать перед вами, это все те люди, у которых училась я. Поэтому для меня огромная честь вообще сегодня быть в числе спикеров. При этом я точно знаю, что могу вам ценного дать. Я буду под конец, по такой практически занавес нашего первого дня вас максимально веселить, бодрить и все-таки включать в осознанность вашего сегодняшнего питания. Всем привет, привет, привет! Очень-очень ценно видеть такое количество людей, кто и в записи смотрит, кто и здесь в трансляции. Ребята, вам невероятно повезло. Ну, просто вот вы можете сами себя хвалить, целовать, темкоть, просто людей обязательно поблагодарить, людей, которые вас пригласили на эти курсы. Потому что, ну, то, что я лично успела уже сегодня услышать, хотя я много лет, я около 15 лет на трансляции ночи, я каждый раз слушаю тоже вот такая вот деталька, фраза, нюансик. Когда подсветили с этой точки зрения, с этой точки зрения, просто даже частный вопрос может раскрыть дополнительную ценность. И как сильно может поменяться качество жизни человека, когда он владеет этой информацией. Я уверена, что часть из вас, кто слушал сегодня все целиком, уже убеждены, что вы огромные молодцы, что вы дошли. И вы уже думали сегодня о тех людях, которые эту информацию не знают или еще не применяли, или а что было бы, если бы мы это знали бы раньше? У кого были, друзья, такие мысли? Думаешь, боже, если бы я это знал какое-то время раньше? Или как бы хотелось, чтобы огромное количество людей об этом знало? Дайте, пожалуйста, в чат плюсиков или каких-то сигналов, если вот это ощущение есть. Это, на самом деле, самое здоровое ощущение. И, кстати, это верный сигнал того, что у вас есть истинная любовь к нутрициологии. Вы можете быть одним из, наверное, таких трансценторов нутрициологии или амбассадором нутрициологических знаний, как модно сейчас говорить. Или, в конце концов, обрести дополнительную для себя профессию нутрициолога. Вот если вам откликается страстное желание делиться этой информацией с другими, это хороший знак. Так, я 15 лет назад, сидя на подобных курсах, это было в офлайне, я когда-то влюбилась в нутрициологию окончательно. Настолько окончательно, что сделала это профессией своей жизни и никак не могу остановиться гуманистом. Лет бы на 15 раньше, да, Татьяна пишет так? Каждую семью по нутрициологу. Вот я точно искренне это считаю, что как минимум в каждой женщине точно живет нутрициолог. Ну что ж, я буду сейчас подключать демонстрацию экрана, технически все настраивать, и мы с вами будем переходить уже к нашей непосредственной теме. Катя, все осталось на весь экран. Да-да-да, сейчас я пытаюсь вот эту штучку убрать, чтобы она мне не мешала. Все окей. Друзья, хорошо ли видно, слышно? Я потом уберу вот таки наш один экранчик, но мне нужно понимать… Давайте так. Если тебе мешает картинка, например… Я вот как-нибудь хочу, да, сделать только, чтобы… А ты можешь… Там нажми на панельке, например, либо тонкую полосочку слева, либо прямоугольник, тогда у тебя будет либо только ты одна, либо ты свернешь картинку. Вот, я себя оставлю. Все-таки пока что у меня ты, но оставлю себя. Наверное, сейчас моя картинка появится. Так. Хорошо. В чате дайте мне, пожалуйста, тоже обратную связь, или Юра в целом бы сказал, что все видно, все слышно. Окей, будем дальше с вами уже беседовать непосредственно по слайдам. Ну что ж, у нас под занавес сегодня такая тема. Я вам скажу, что она чуть попроще, наверное, будет, чем все, что вы видели и слышали до сих пор. Мне так кажется, потому что я настолько в дичайшем просто восхищении от всех наших спикеров, которые сегодня были. И Елена с циклом Крепса, мне кажется, многие сегодня подзависли на этой мысли. Надо переслушать несколько раз, но ключевую суть, что просто без фундаментальных основ питания микро-макроэлементов куда-либо вообще двигаться просто шансов никаких. То есть нам нужно разобраться с базой. И я сама 15 лет уже использую биологически активные добавки разных форматов, жидких, твердых, текучих и так далее. Много лет именно с брендом Nature Sunshine Product и за все эти годы ни разу об этом не пожалела. И с каждым годом все больше и больше счастлива этой дружбе, потому что действительно просто практика, помимо теоретической части, доказывает мне, что все это работает. Но мы должны четко стоять с вами на двух ногах и трезво смотреть на вещи. То есть у нас есть фундамент под названием «еда», то, что вы едите и пьете. У нас есть фундамент под названием «дополнительная суплементация» либо фитотерапия. Это то, о чем мы говорим все эти дни на этих курсах. И когда вы четко и качественно используете две эти ноги, когда вы хорошо и устойчиво для себя подобрали основы питания или для себя подобрали какие-то стратегические сезонные протоколы по биологически активным средствам либо коррекции тех или иных заболеваний натуральными средствами, то это уже ну вот то. Это та осознанность, в которую мы сегодня ведем людей. И все, в чем дефицитные сегодня люди, это уровень компетентности, раз. И второй момент – уровень вовлеченности в тему своего собственного здоровья. Вот я честно сегодня слушала, я каждый день с этим работаю, но меня это вовлекло сегодня. Думаю, божечки, про палатные циклы. Сегодня задумалась, так хорошо, что у меня там. Я думаю, гомоцистин вообще забыла, когда последний раз давала. Ну, конечно, моя подсознательная уверенность, что у меня все в порядке. Но я думаю, опять же, да, вот важный акцент – ты вовлекаешься в тему собственного тела. Понимаешь, ага, насколько это важно, насколько круче я могу себя чувствовать, выглядеть элементарно, жигать жир в тренажерном зале и так далее, если я это все понимаю. Поэтому образованность и вовлеченность, и такие курсы, конечно, повышают градусы того и другого. Поэтому я вас сегодня буду вовлекать и дообразовывать в вопросах собственного базового питания и базового обмена веществ. Я постараюсь максимально упростить, насколько это возможно, для того, чтобы вы завтра, условно говоря, могли передать такой краткий диетологический курс, передать всем своим близким, родным и даже, может быть, каким-то вашим клиентам или подопечным. И очень важно научиться простыми словами объяснять клиентам, зачем им это нужно, зачем корректировать эту программу питания, продуктовую корзину. Я говорю одну очень важную вещь всегда. Невозможно выйти из системы питания. Вы просто не можете выйти из этой истории. Вы можете не разбираться, ну, не знаю, в IT, допустим, вы не разбираетесь в IT-технологиях. Как-то с этим жить и в целом можно прожить. Но вы не можете жить вне системы питания. То есть, естественно, если вы это делаете с самого первого дня жизни, до самого последнего дня жизни, и это фундаментальная основа вашего качества жизни, то, соответственно, точно есть смысл в этом разобраться, один раз наладить, ну, и отправиться уже в такую осознанно работающую на вас стратегию в еде. Ну что ж, давайте тогда постепенно знакомиться. Немножечко обо мне. Уже Юр меня представил. Я, может быть, в чем-то повторюсь. Зовут меня Дидо Кикатерина. Я, наверное, первые курсы в 2008 году прошла по нутрициологии. После этого было их огромное множество. Минимум раза 22. Я так насчиталась, у меня прям умышленно сидела. Сколько раз я какие-то курсы проходила? Насчитала 22 раза. Почему? Потому что очень часто я вывозила уже из Молдовы людей и на Украину, и в ближайшие вообще страны, куда, где можно было поучиться. Ну и хвала интернету. Сегодня расширились горизонты возможные. Мы можем собираться практически в нереальных иногда условиях, но все-таки собираться в онлайне и учиться. И лет, наверное, года три или четыре назад я создала ассоциацию интернетологов в Молдове для того, чтобы поднимать статус и осознанность людей, приверженных этой профессии, и немножко заявлять об этом миру громче, ярче, и показывать людям о том, что это уважаемая профессия, что это действительно нужная профессия, и показать, в чем ее цены. Сегодня я веду разные проекты и на радио, и на телевидении. Большой в этом вопросе уже опыт. И на самом деле делаю это с одной простой целью, опять же, вовлечение людей в тему собственного здоровья. И даже если вам сегодня, кто из вас является профессиональным нутрициологом или начинающим нутрициологом, даже если вам известно три факта о здоровье, которые вы уже только за сегодня могли себе законспектировать, три четких, конкретных факта по здоровью, которые не поспоришь. Как ферритин поднимать сегодня был даже, вроде как скользь ответ дан. Вот только это, зная, поверьте, вы можете уже служить огромному количеству людей, просто нужно об этом чаще говорить. И все, что я сегодня делаю, это я обучаю разных профессионалов, смежных сфер, косметологов, тренеров, психологов, массажистов, реабилитологов, врачей. Хотя я сама не являюсь врачом, у меня нет высшего медицинского образования, но при всем этом мне хватает внутренней уверенности в тех базовых процессах, которые я когда-то изучила. Помните, что можно научиться базовым вещам и ценностно их внести в общество. Поэтому сегодня я именно этому обучаю, наверное, это какая-то моя большая миссия, влюблять обычных людей в свое тело и влюблять профессионалов смежных сфер в нутрициологию, использовать ее для себя как еще одну профессию. Ну и с нутрициологией я дружу много лет, также я много лет дружу с брендом НСП, и в коллаборации, в партнерстве с этим брендом я достигла определенных карьерных высот. Кто понимает это, это директор-консультант, кто не понимает, неважно, знаете, что-то в этом я очень, давайте так, неплохо понимаю и разбираюсь, да, как дружить с брендом НСП во благо людям и себе. Так что так. В общем, много у меня авторских проектов, но не главное. Главное это, что есть опыт и есть моральное право. Ваня сегодня об этом говорит, потому что по совместительству в моей базовой образовательной корзинке высшего обучения, высшего образования, я психопедагог. И, конечно, мне всегда было интересно смотреть на питание с точки зрения вообще социально-культурной истории и с точки зрения, почему, люди себя любят, не любят, и как сделать так, чтобы любили чуть больше. И тут у меня все сходится, что осознанность в голове влияет на то, что человек делает в своей тарелке. И, соответственно, то, что человек делает в своей тарелке, влияет на микрофлор, который влияет на его голову. В общем, вот такая вот прямая и обратная связь, она очень круто работает, поэтому сегодня мне хочется говорить с этих двух сторон. Поэтому я и говорила, что сегодня я буду вас, наверное, образовывать-мотивировать, вовлекаться в те знания, о которых мы говорим. Итак, давайте снова разбираться, что же тогда, как мы выстраиваем вообще алгоритм питания, какие проблемы случаются в этом алгоритме, и как мы можем на них влиять через те знания, которые предоставляет натрициология. Как обычно человек выбирает себе еду или от чего он отталкивается? Чувство голода, человек голоден, идет кушать, не голоден, не кушает. И тут мы сразу понимаем, ага, человек говорит, а я не хочу есть, мне просто неохота. И вот он не ест. Становится ли он дефицитен в этот момент по микроэлементам? Однозначно. То есть просто опираться на чувство голода и не кормить свои клетки – это косяк, это уже уходить дефициты, это уже закладывать. И есть объективная, физиологическая порой, но часто еще и психологическая причина, почему человек не испытывает чувство голода. Второй момент – есть повышенное чувство голода. Это связано с гормонами, грелин, лептин, есть гормоны насыщения, есть гормоны голода, которые, собственно говоря, и сигнализируют в том, что человек начинает кусотничать и постоянно хотеть кушать. Вот же инсулин, который на это влияет. То есть мы, с одной стороны, человек опирается на чувство голода, но с другой стороны, это не всегда есть корректное отношение к питанию, потому что чувство голода не всегда физиологично. То есть человек может себя на физиологическом уровне чувствовать себя, давайте так, быть некорректным, нездоровым в каких-то процессах, и, соответственно, оттуда рождается уже какое-то либо присутствующее, либо избыточное чувство голода. Поэтому здесь нужно четко, если мы включаем осознанность, понимать, у меня нет чувства голода, у меня нет даже аппетита. Человек об этом часто говорит. И при этом я поэтому и не ел. Ну, насильно, мил, конечно, не будешь. Но при этом, а как же клетки, а как же процессы? А процессы-то все равно идут. Есть у тебя аппетит, нет у тебя аппетита. И процессы нужно кормить. И вот таких людей мы начинаем корректировать с помощью различных вспомогательных средств, травяных комплексов, восстанавливая микрофлору, накармливая клетки из ладошки, из витаминов. И постепенно корректируя физиологическую систему, у человека рождается нормальное чувство голода. Вот, например, вот так. Да, вот сегодня я буду об этом говорить, что, например, люди говорят, а у меня нет аппетита на мясо, я вот не люблю есть мясо. Это может быть верный признак просто гипоцидозности, низкой кислотности. Человек на низкой кислотности он как бы не хочет мяса. По человеку нарушена работа системы желудочно-кишечного тракта, у человека в целом не чувство голода, да. Ну вот и тут от это косяки. Поэтому это такой объективный, но не объективный показатель. Мы на него опираемся, но мы должны смотреть, чтобы у нас здесь тоже все было хорошо. Для нас это тоже иначе. Аппетит. Человек, конечно, говорит, ой, какая булочка аппетитная, как же мне это все хочется. Аппетиты простраиваются у нас, а психологически, когда мы видим что-то ароматное, приятное, интересное, и нас начинают это соблазнять. Но при этом аппетит очень четко контролирует микрофлоро-кишечника. Если там превалирует паразитарная инфекция, грибковая инфекция, она будет влиять на ваши аппетиты. То есть булочка будет выглядеть крайне аппетитнее на фоне брокколи. И аппетитный человек говорит, ну мне просто вот это вкусно, вот это вкусно, да. То есть мне вот эта прям слюнка вот на это подтекает, а на это не подтекает. А кто-то говорит, ой, боже, я смотрю на рыбу жирную у меня, да, состояние. А кто-то говорит, боже, я смотрю на цитрус, у меня аж лена потекла. Это же индекс чего-то, это же маркер чего-то. Мы же должны из этой точки что-то понять. Поэтому смотрите, у вас есть крутая машина, крутой автомобиль, ваше тело. И надо расшифровать вообще инструкцию к нему. Ну просто на самом деле представьте, что у вас какой-то спорткар, какая-то у вас там супер навороченная там спортивный автомобиль за 200 тысяч долларов, а вы на нем просто за хлебом ездите. Ну вот как бы вот такой уровень, да. То есть мы можем наладить процессы так, в них чуть-чуть подразобраться, для того, чтобы использовать все по максималкам. Ваше тело по максималкам может такую энергию иметь, такую репродуктивность, репродуктивность тоже, продуктивность, да, такую заряженность, такое качество омоложения и всего-всего, но если все это знать. Поэтому мы изучаем инструкции по поводу аппетита. Если у вас очень прям сильный аппетит на какие-то группы продуктов, всегда изучайте, а про что это? Про какие дефициты, либо про какие избытки? Либо, повторюсь, а это могут быть дефициты там, того же магния, кальция, так-я-да-я-да, да, человека тянет на спаленое, элементарно, это дефициты минералов. Либо у человека может быть застой желча и у него там отвращение к жирным продуктам. То есть эти все аппетиты, они порой предсказуемы. Ладно, поехали, вкусовые предпочтения. Ну, здесь уже есть и традиции, человек тоже на это пора упирается. Тут мы не можем все редактировать, да, это какая-то есть историческая традиция, и семья, и так далее. То есть так, как человек жил, ему это стало вкусно, это стало невкусно. Но при этом, повторюсь, здесь тоже есть доля, процент влияния состояния микрофлоры кишечника. Это очень-очень важно. Вообще связь мозга и кишечника, вообще вашего аппетита и пищевых привычек человека очень плотно связана с состоянием кишечника. Почему я про это говорю? Потому что просто сказать вам, ешьте белки, жиры, углеводы вот так, вот так, вот так, и вот это вот ваше идеальное меню, ну, человек, люди, вот знаете, сколько раз я прописывала идеальное меню. А теперь вопрос, сколько раз люди этому идеальному меню соответствовали? Боже, он говорит, ну, мне здесь не хотелось, а здесь я вот увидела вот это, и мне захотелось вот это, а здесь мне вообще так, меня тянет прям ням-ням, а вот это вот я вообще не люблю на вкус, авокадо, кубе и так далее, да, а вот зелень и так далее. То есть что толку, что я распишу идеально, если человек это в итоге не ест? Поэтому нужно разобраться, с чем связаны вот эти тягостные вкусовые предпочтения. Есть еще одна сторона влияния, и я вам просто даю, опять же, все алгоритмы, как сделать, если вы работающий нутрициолог, как сделать так, что нужно тоже прорабатывать для того, чтобы в итоге человек соблюдал ту стратегию питания, которую вы ему рекомендуете. Друзья, поставьте в чате плюсы, у кого есть, кто работает в нутрициологии, у кого есть эта проблема, что вы, конечно, даете алгоритм питания, человек говорит, не могу, все равно покупаю, съедаю, срываюсь и так далее. То есть вот мы с этим тогда тоже должны научиться работать. Поставьте, пожалуйста, плюсики, спасибо большое. Дальше. Насмотренность. То есть смотрите, как происходит. У нас вообще есть такое понятие в голове зеркальные нейроны. То, что мы видим у других, мы начинаем как обезьян повторять. То есть если в вашем окружении 90% людей ужинают, не знаю, пюре с котлетой, ну, значит, чаще всего практически стопроцентной вероятности вы тоже будете периодически либо системно нужны пюре с котлетой. То есть поэтому давайте так, окружайте себя профессиональным сообществом, толковым сообществом, людьми, которые любят себя, и через насмотренность, через то, что вы наблюдаете в зеркале общества, вы начинаете прививать совершенно другую культуру питания. То есть вы должны заприметить, у кого вообще насмотрелись вот этих привычек. Человек говорит, ну, как так? Ну, всю жизнь первый, второй компот. Ну, в смысле теперь борщ мы не едим или там компотом не запиваем. Как? В смысле? Да, человек насмотрелся этому, ему кажется, это единственный верх, и когда мы носим корректировки, человек начинает немножко нервничать, и программа его системная начинает насаботировать. Мы должны человеку просто говорить, объясни, да, что это работает так. Зеркальные нейроны, насмотренность теперь, давай насматриваться на другое. Давай теперь подпишемся в Инстаграме на людей, которые транслируют другое. Давай теперь дружить, ну, и там чаще выходить куда-то в общество с людьми и замечать другое, да, с теми, кто уже про более качественные ценностные отношения к пищи. Семейные традиции. Ну, тут, конечно, сложно, сложно с этим конкурировать, потому что новогодние праздники за горами, и тут с оливье вообще сложно спорить. А когда людям говорю о том, что я, да, порой не рекомендую им есть оливье, то я понимаю, что я посягаюсь на святое. В этом чаще, конечно, я говорю о том, чтобы минимизировать, контролировать объем выполняемых семейных традиций. То есть, если вы это кушаете, потому что это пекла ваша бабушка, это как бы любовь любовная к бабушке, и этот пирог символизирует у вас связь с бабушкой, то, конечно, съешьте его, но только съешьте его определенное количество, потому что, вспомните, пожалуйста, это про традицию, а не про еду. То есть, если вы это едите из традиции, то, значит, вы ешьте это небольшое количество из традиций, чтобы эту традицию сохранять это не надо значит вагон этого съедать оливье раз у вас он традиционно на столе уже стихами говорю я думаю что вы понимаете о чем есть социальная адаптация это когда мы приходим новый коллектив допустим на какой-то ивэн пришли и там не за накрыто какими-то пирожками и тут как бы чтобы ко всем присоединиться на перекур выходит чтобы законнексится кто-то выходит и там пирожок этот берет и так далее или мы пошли с друзьями особенно подростки пошли вышли куда-то да и как бы чтобы быть своим но мы начинаем вписываться в эти социальные механизмы хорошая новость что можно опять там же не обжираться использовать это частично если это более менее адекватный продукт второй момент кто кого называется а кто же лидер в этой социальной истории да может быть вы за собой людей повлечете они они вас за собой да вы пришли на какой-то ивент где все едят бургер а тут конечно не начинать их учить жизни что бургеры есть не надо но при этом это не обязательно условия чтобы это едите и демонстрация собственного авторства жизни что у вас есть свое мнение своя позиция свое осознанное отношение к туловище иди на самом деле только вызывает уважение даже если это будет виде стёба какого-то это только вызывает поверьте уважение людям по кайфу что вы такой уверенный самодостаточный такой четко знающий что вы делаете даже если это не вписывается в то как здесь принято просто когда граничитесь каким-то и не отмазывайтесь пожалуйста тем что ну как же там же все ели я туда же так ну и помните о том что чтобы это была социальная адаптация достаточно чтобы это было небольшое количество очень часто люди опираются на удобство ну действительно мир такой фастфуд оттуда и появился поэтому мы должны коррелировать продуктовую корзину с потенциальным удобством так что вы едите какие-то запеченные там трюфели покрытые какой-нибудь крошкой и еще что там никаких заморочек максимально понятное простое что готовится в течение 15-20 минут максимум чтобы человек мог это сделать легко найти практически в любом магазине стоимость конечно люди тоже опираются на более порой дешевые или кто-то на дорогие продукты ну то есть с чем коррелируется продуктовая корзина и тут мы должны тоже учитывать этот момент когда у человека образовываем вопросов питания психологическая компенсация то есть поставьте пожалуйста плюсы кто кому грустно больно досадно что там заедал либо когда чувство радости вы что-то отмечали через еду вы себя поощряли через еду и оттуда уже сформировалась продуктовая какая-то привычка корзина то есть компенсация психологическая это самый популярный цена это родилось из детства когда мамочка нас успокаивала да прикладывая груди мы чуть там ели кушали ням 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 и нам становилось спокойнее поэтому отсюда повелось что когда мы едим нам как будто успокаиваем опять же вы можете это делать частично но только вы должны быть в моменте понимать что сейчас происходит что я сейчас на стрессе что мне как будто как успокоение самый простой способ был что-то поесть но при этом на самом деле очень важно включиться на две минуты остановиться понятия что же я такого буду есть чтобы все-таки организму помочь а не долбить его окончательно потому что если я в стрессе еще и поел простых углеводов то сначала мне стало легче а потом я ставлю такую яму а если бы в этот момент съел бы что-нибудь даже жирное теоретически но из такого более менее адекватного и добавил еще чего-то даже если как условно заел стресс хотя нет не приветствую на то есть какая-то компенсация состояния вы из этого состояния стресса уходите в ресурс они антиресурс это очень важно и это важно потому что мы все люди и какими вызваниями сейчас регалии нутрициологические вы не обставили весь вопрос а делаем ли мы так сами и соответственно делать ли так наши клиенты нам нужно помогать понимать вообще что происходит чуть не корректирует свое питание дальше конечно питание порог никак не обойти оно должно быть связи с медицинскими ограничениями человека есть какой-то там не за операцию удаленный там кусочек желудка у него сейчас какой-то болевой синдром ну важно я об этом еще сегодня скажу обязательно встрече не скажу поводу ограничения питания из медицинских показаний ну и осознанный подход к потребностям тела физиологии ну и мы понимаем что 90 процентов людей опираются на наверное вот на первые там сколько ну на первых восемь пунктов сколько их получается последние там два пункта последний пункт осознанный подход к потребностям тела физиологии из этой точки питается очень маленький процент людей я хочу чтобы с сегодняшнего дня с этого эфира с этой секунды вы сконцентрировались максимально на осознанный подход к потребностям тела физиологии и потом уже как фактором который вас скажу сленга немножко разводят которые вас немножечко выбивают из этой осознанности вы их учли голод так 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 все понятно я знаю что с какой точки дефицитов или избытков ты сейчас идешь аппетит понятно из-за там видимо у меня там бактериальная флора разрослась вот меня на мучной несет как не в себя до семейные традиции такие не буду убежать маму папу съем я два два там две ложки два кусочка успокоить да да не скажу спасибо большое но это есть осознанность когда вы что-то делаете понимаете зачем и почему вы это делаете все раз повторюсь какая была может прям сейчас тебе или в чате написать уровень вашей осознанности к выбору еде выбор еды то есть вы до сих пор или сейчас выбирали еду из потребности тела и физиологии но на какую оценку на 2 10 это самый лучший самый осознанный выбор единицы это вообще не заморачивались на потребности тела и физиологии поставьте себе сейчас оценку и после сегодняшнего эфира пожалуйста сделайте так чтобы эта оценка была выше ну на десятку наверное здесь очень маленький процент людей если они вообще и существуют и каждый раз если вы не консультирующий нутрициолог пожалуйста обязательно уходите в осознанность клиента понимание что происходит в теле и когда вот как сегодня ребята рассказали предыдущие спикера что происходит теле понимаешь я не хочу у себя это класть зачем или наоборот я так хочу тебя сегодня получить положить вкусную рыбку я хочу себе положить себе меня там покормить свою микрофлору домашним там йогуртом с пробиотиками и так далее вот вот прям хочу потому что появилась осознанность поэтому друзья ходите на подобранные подобные образовательные сессии как можно чаще они в вашей голове вашей голове будут формировать новые нейронные связи новые привычки новые рефлексы новую насмотрены и вы будете просто от каждой такой встреч от каждого такого семинара эволюционировать эволюционировать вы будете понимать вовлекаться применять сделали сделали откатились но понимание вовлечение и так далее действия поэтому ребята с этой секунды мы с вами уходим физиологические потребности тела растем и никаких отмазок больше что меня тянет не тянет мы с этим тоже должны научиться разбираться и по поводу психологии некоторые из вас поставили плюсы честно искренне сознались в том что есть психологическое решение вопросов головы через еду и я хочу еще раз проговорить наша психология не находится прямой зависимости от питания то есть я сейчас поясню в каком смысле то есть если вам грустно больно радостно не знаю потребность любви в признании вы еще в чем-то вы закрываете до ее можно вот эту психологическую потребность пусть и вы устали или вы нервные вам нужно успокоиться дали вы устали вы себя хотите так починить а свое состояние и открываете срываетесь на этот холодильник даже понимаешь что релакснуть вы можете и альтернативные путями но клетки вы не можете накормить альтернативными путями ваша физиология прямой созависимости от того что вы кладете в рот прямой нет у других может с воздуха впитать микро макроэлементы понимаете человек действительно вынужден он зависит от того что он ест и пьет вот мое тело сейчас исходя из того что я выпила здесь у меня стол и кендерджи это витамин с коллагеном у меня там вот вот что мой организм получит или если вещи запивала бы кофе с круассаном то есть это принципиально разное моя физиология вынуждена действовать с той точки которой но голова моя хотела вкусняшку а солнце для меня вкусняшка вот я себе нашла альтернативу поэтому если мою голову нужно эмоционально мне себя починить я всегда задаю вопрос на каким не пищевым способом я могу этот вопрос решить каким не пищевым способом и при этом я всегда думаю про физиологию как же мне мою каждую клеточку на каждый орган каждый суставчик на каждый волосик каждый там уровень там эластина коллагена как же мне это накормить ну не лезет в меня в желудок сегодня тонна мяса окей хорошо как я могу это компенсировать но я обязана мой святой долг накормить физиологию психологию я могу кормить огромным миллионным количеством способов физиологию я могу кормить только через воду еду и воздух все у меня нету других механизмов поэтому физио еда была придумана для того чтобы кормить физиологию а потом все эти психологические плюшки поэтому закон номер один вы кормите физиологию через то что вы кладете витаминную ладошку и через то что вы кладете себе в тарелку и ваш уровень осознанности с этой секунды должен растить если такая боевая решительно настроена чтобы каждая ваша извилина просто проснулась и не имела права ничего делать иначе как делать во благо себе что мы учитываем при выстраивании продуктовой коррозины какую вообще что мы должны какие-то базовые процессы учитывать учитывается вообще потребность среднестатистического человека в белках жирах углеводов микро макроэлементов то есть есть какая-то информация да уже в мире о том что ага для того чтобы горловые щитовидные железы сделались нужно столько миллиграмм йода для того чтобы ph-баланс автоматически выравнился нужно такое-то количество минералов электролитов для того чтобы запустился нервный импульс нужно такое количество нейромедиатор они делаются из таких 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 вещей то есть уже среднестатистический там или мышца или сустав или там еще что-то сердечко оно каждый день как топливо используют эти микро макроэлементы если даже не говорю о том что когда мы растем на когда мы выстраиваем это здание нам этих кирпичей нужно в разы больше я сейчас говорю для отслуживающего персонала сколько нужно метеолог сколько нужно швабр сколько нужно моющего средства для отеля на 15 гектаров земли или отель на 2 гектара это совершенно разные диапазоны разная площадь которую нужно кормить естественно мы используем еще показатели возраста пола и вида активности поэтому есть средняя статистика которую я сегодня вам дам то есть базовые потребности в среднем взрослого человека по белкам жирам углеводов дальше по возрасту полу здесь текущего виду активности каждый раз мы в индивидуальном порядке делаем немножко дополнительные дополнительные коэффициенты сюда же можно отнести например беременность понятно что сейчас недавно все виды категории возрастов на всем видом пола типов активности логически вам должно быть ясно что если человек трудится физическим или интеллектуально у него разные группы органов и ткань запрашивают сырье если я работаю головой значит мне количество витаминов группы b магния или тех же жиров нужно чуть чуть больше если я работаю физически то скорее если мне нужно больше там чуть-чуть то есть глюкоза элементарная еще чего то есть эту корректировку мы делаем но давайте разберемся хотя бы с базой и вы исходя из образа вашей жизни можете немножечко вправо влево смещаться очень важный момент физиологии питания это состояние желудочно-кишечного тракта то есть насколько это идеальное меню которые многие скатывают себе зачем-то меню на 1200 на 500 тысяч на 1500 калорий на 1800 я проработала фитнес-индустрии достаточное количество времени чтобы увидеть все возможные там ошибки я приходила вообще фитнес-индустрию будучи психологически такой клинический нутрицолог то есть неважно что за процессы происходят в теле не просто насколько накачаны там ягодицы или там бицепсы или еще трицепс статус неважно вопрос что же происходит в истинном состоянии здоровья человека во время фитнеса я понимаю что стандартная стратегия к жиросжигаем располагающие набору массы тела практически никогда не учитывать состояние желудочно-кишечного тракта насколько человек но вот это количество белка вообще теоретически способен усвоить поэтому конечно когда мы прописываем себе идеально так белков столько жиров столько этого столько даже понять а наша система пищеварения вообще тянет это если не тянет значит мы делаем коррекцию мы там чуть-чуть уменьшаем углечиваем и желудочно-кишечный тракт я вам скажу что нет людей у которых все шикарно по желудочно-кишечному тракту так много лет подряд они ничего для этого не делают наверное очень очень хорошо так на девяточку те кто регулярно что-то делали своего желудочно-кишечного тракта но у меня где же когда я работала чисто классической диетологии то есть я расписывала меню с белками жирами углеводами вот питность индустрии и я всегда делала корректировку по улучшению качества усвоения пищи вот всегда потому что когда мне ничего не болит не вздувает но вроде как на самом деле улучшить показатели всасываемости тех или иных продуктов это важно так следующий момент который мы учитываем физиологии питания это показания к элиминации в питании так по умному для тех кому нужно по умному по простому в диете есть возможно у вас показания я скажу каких случаях вам нужна диета то есть диета это конкретные ограничения в питании элиминации это ограничение кто-то вы больше не вводите в свою продуктовую корзину и это временно то есть нужно знать базу нужно знать соотношение этой базы с возможностями желудочно-кишечного тракта нужно знать а нету ли у вас причин исключать какую-то конкретную группу продуктов например орехи или помидоры которые условно нормальные продукты но кому-то они не окей в данный период времени ну и дефицитное состояние то есть если мы понимаем что мы хронически завалены в инемии то явно есть смысл делать акцент на какие-то группы продуктов именно продуктовой корзине для того чтобы улучшить этот коэффициент да то есть количество железа поступаем из пищи если я понимаю что у меня повышенная потребность жира потому что я там работу головой лежу сейчас стрессе ящик только что переболела наверное я буду съедать на полу авокадо больше то есть вот я говорю про такие до состояния когда мы делаем акценты увеличения не устранить продуктов элиминации да и повлечения думаю что с этим все понятно то есть это такие самые-самые-самые простые вещи которые важно учитывать давайте пройдемся по здоровым принципам питания знаете звучит достаточно примитивно все что сейчас буду говорить но я всегда работаю с клиентом следующим образом и с собой так то что вот это все знают ой пейте воду ешьте овощи не обидайтесь на ночь это как будто бы все понятно но суть немножко в другом тут сразу себе когда это проговариваю с клиентами проговаривать уже такие банальные заезжие пункты я сразу говорю от 1 до 10 ставим оценку насколько вы это выполняете я давайте так я догадываюсь что все что я сегодня скажу многие из вас знают а кто-то уже преподает но весь вопрос не то сколько вы как бы это знаете а вопрос как бы это применять даже если вы эксперт этой ниши поэтому я сегодня буду максимально настаивать на практику применимости поэтому первое адекватное употребление воды я тут недавно поняла когда я создавался приказ кать у меня там прошло дня три я говорю слушай а сколько ты воды выпила сама себя спрашиваю я понимаю о божечка такая элементаршина как вода и тут косяк на косяке до зима холодно больше чай кофе а тут у меня воды не было тут у меня бутылка в машину на холодной я не купила тут прошел день 2 3 я понимаю что сумма я вот только то что утром и вечером я попила дома больше воды чисто не пила я думаю катастрофа поэтому вопрос качество привычки раз и еще раз вовлекаю вас в объем воды вот элементарные вещи 30 миллилитров на килограмм идеальная во тело то есть если вы весите 120 не надо умножать килограмм на 120 килограмм нужно умножать 30 миллилитров на ваш оптимальный вес период а если вы едите много белковой пищи если вы беременны и если вы находитесь помещение с отоплением и так далее сухом помещении то обязательно увеличивайте хотя бы до 40 миллилитров или если вы давно в дефиците по воде по воде натуральная еда не являющаяся продуктом глубок глубокая переработка то есть вот это оно есть конкретно вот плавили там отловили на рыбу курицу вот это прямо приготовить то есть не замороченные изделия из курицы или рыбы вот максимально простой продукт то есть вот максимально без какой-то обработки вот взяли кусок мяса до соль перец запекли все максимально просто без каких-то там трех фаз его приготовления запекания сыром с порубленная потом с усилителями вкуса потом еще что-то там без каких-то сложных наворотов продукт органического земледелия животновоз вот с этим большая беда поэтому если опять же от 1 до 10 чес тебе насколько вы покупаете то что купать элементарно я знаю что люди не умеют яйца выбирать знаете что я здесь должна быть маркировка м2 если покупаете в магазине то есть это говорит о том что курица свободного выгула то есть курочка гуляла и ела то что нашла то что шла нужным и что-то более не менее органическое если курица сидела недвижимая ела корм то это другие маркеры и соответственно даже на некоторых производителях яиц всегда даже прямо даже расшифровка существует если вы про это не знали домашнее задание погуглите узнаете какие маркировки избывают и как понять что это качественно продукт качественного животноводства туда же домашние там кролики яички и все остальное то есть старайтесь эволюционировать в этом сегменте тоже достаточно количество клетчатки в рационе из овощей фруктов ягод так ребят сегодняшнее правило номер раз каждый ваш клиент и вы сами у вас есть овощи в каждом приеме пищи делайте это как хотите запихивайте вот через его я конечно шучу и не шучу сразу то есть завтраки в обеде и ужином везде у вас должны быть овощи с овощей вы желательно начинаете прием пищи есть книжка глюкоза трюк глюкозы в русской версии глюкозы да так и называется конечно глюкоза трюк я вам сброшу вам не сброшу но называю да сейчас название еще раз тюк глюкозы книжка называется там исследование на тему усвоения глюкозы и четко как бы доказано что если человек начинает свой прием пищи или в основном приеме пищи присутствует клетчатка сложная клетчатка если мы говорим об овощах даже в злаках необработанных то тогда даже если вы после этого съели фрукты десерт то простой углевод становится сложно дать грубо говоря конфеты съеденная после салата становится сложным углеводом это в разы полезнее минимизирующая риск сахарного диабета целом каждый прием пищи давайте упрощаю вы кладете клетчатку прям очень очень важно желательно с нее прямо начинать сначала овощи потом все остальное листики приветствуются любой формой зелени вот что можете сейчас я добыть вот то и должно быть каждом приеме пищи фрукты и ягоды вы едите после основного приема пищи не всем рекомендовано делать это отдельным приемом пищи делать под отдельным после основного разнообразие ротация продуктов да то есть и опять же не так что вы полюбили курицу вы едите всю неделю только курицу из источника белка или вы едите только яйца из источника белка разнообразие это очень очень важная часть пометит чуть позже почему жирная рыба рыбка должна быть минимум один а то и три раза в неделю это тоже как бы важный свежие сезонные местные продукты не привезены ну тут конечно сложновато мы не в идеальных условиях но мы стремимся поэтому вы себе ставить оценку от одного до десяти или ваши клиенты так едят ли они свежие сезонные местные продукты вот в осенне зимний период очень очень рекомендую делать акцент на квашение вот пожалуйста вам есть капуста морковка свекла растут в каждом регионе местная вот прям топчик и если это даже еще и маринованная форма тоже многим подойдет ферментированные продукты такая группа продуктов как ферментированная это еще и тренд сегодня слава богу хотя наши бабушки дедушки ели квашеную капусту и всегда покон веков а вот сейчас модным трендом называется ферментированные продукты поэтому это тоже можно сюда написать такую базовую принципы здорового питания не только свежие но и ферментированные продукты поехали ограничение потребления алкоголя все сводится конечно в средне земноморской диете принято по бокальчику вина каждый день но а мы все же будем опираться на более здоровые показатели и сводить это максимум к одному разу в неделю и строго арки качественный алкоголь это просто вот вот могу лекцию на эту тему проводить отдельно что это крайне важно чтобы алкоголь был максимально качественный максимально редко насколько это возможно отсутствие транс жиров рафинированных растительных масел сегодня об этом скажу то есть именно транс жиры из всех видов жиров то что вообще как бы супер надо ограничить ищите хорошие продукты если вы уже едите пирожные то выберите самое качественное пирожное всего доступных вам на районе или вообще сделать его самостоятельно сегодня много вариантов дальше сахарозаменители такие как стевия я считаю вообще необходимость потребления обычного тростникового сахара она практически глобально бессмысленно но мы как вид не нуждаемся в этом продукте глюкоза есть в каждом практически там злаки да мы но злаки распадаются на глюкозу фрукты на фруктозу и глюкозу то есть так или иначе мы свои углеводы добудем есть сахар в чистом виде вообще в продуктах питания добавлены у нас нету как у зверюшки такой задач поэтому я считаю что если вам хочется сладкого сегодня стивия пожалуйста эритрит кто там тоже не любит горчинку присутствующую стиве ради бога сукралоза все это существует продается пользуйтесь не нужно не нужно вам отдельное добавление сахара забудьте мне думаю вообще сахара нету вот как продукта питания вообще нет ну и помните том что десерты в конце естественный способ приготовления да разогрев запекания все на плите делайте по максимально опять же не знаю что если один раз мы подогрели микроволновки случится катастрофа это значит что мы с образа жизни где мы микроволновку используем каждый день переходим на микроволновку раз неделю да я вот про эту эволюцию что если в каждом пункте вы эволюционируете на 35 процентов вы уже очень круто вырос то есть разогрев приготовления запекания тушение гриль пожарить можно на специализированных маслах масла и или масло кокосовое масло авокадо это масла у которых самые высокие температуры плавления они не переходят в канцерогенную форму оливковая здесь замыкает этот ряд не самое на первом месте поэтому масло ки кокоса и авокадо это то что на чем можно готовить опять же не каждый раз может получаться я все прекрасно понимаю но это то куда мы растем минимальное гликирование карамелизация белков с сахарами жарко то есть вы не жарите на высоком огне или делать это крайне редко даже если на правильном масле чтобы не разрушать белки чтобы сохранять их максимальную биодоступность ритуал да ну это уже такая бы идеологическая что история да главное к пище относиться корректно это тоже работает энергетика сопровождаемые прием пищи немаловажно точно так же как и качество самой пищи поэтому старайтесь относиться к еде с уважением здесь уже такие моменты у каждого свои но мысль я думаю что понятно друзья понятно ли каждый этих пунктов вот они вот знаете настолько уже озвученные 500 миллионов раз во всех каналах но еще раз повторюсь от 1 до 10 насколько вы применяете каждый пункт и насколько применяет это ваш клиент поверьте что если только человек это уже сделать закладывать на это алгоритм реабилитации желудочно-кишечного трава и наложил элементарную горсть витаминов господи он уже расцветет потому что я много лет работаю с добавками и есть у меня вот как ни крути когда у человека и с питанием почище и получше дела и с добавками это x2 x34 результат то есть очень сложно добавкам вытягивать все на себе когда человек заедали тортовым пирожным это добавка потерялась в этих транжирах виде крема и она уже не знает за что хвататься в этом организме понимаете поэтому пожалуйста и одно и второе ну а мы погнали дальше разбираться с основными источниками это был белок белки жиры углеводы давайте пройдемся по ним интересно ли вам я пока сделаю глоточек воды интересно откликается отзывается дайте мне пожалуйста огней как вы вообще тут вот со мной на связи еще о спасибо вот я прям чатик с удовольствием открыла да супер поехали дальше мне нужно вас держать энергетически чтобы вы под занавес не выключились не отключились в общем и всем кто уже отключился прям дайте привет какой-то для того чтобы взять не пересмотрели запись поехали разбираться с другом вроде бы опять же сказано пересказано много всего смотрите я буду максимально опять же стараться коротко и по делу вот сколько лет не рассказываю люди бурбело каждый раз все время какое-то вот так новое открытие удивление или опять же вовлеченность в использовании белка как архи значимый макро и элемент вашем питании ваше питание ваше не знаю тело без белка никуда просто никуда вы на 90 процентов это белковая структура не вода вы вода всего лишь тогда на 50 55 процентов ну то есть 90 конечно переборщила но все равно белок ходит состав каждого практически каждой структуры вашего тела когда я говорю белок или нутрициологи говорят белок все мы подразумеваем одну простую вещь это аминокислоты аминокислоты это вы видите такие бусинки из которых состоят вот видите протеин протеин состоит из вот когда мы говорим протеин мяса или гормон это белок так вот на самом деле в своей структуре это больше ста аминокислот алфавит базовый который использует тело это двадцать две базовые аминокислоты сколько раз двадцать две буквы должны повториться в одном слове чтобы сделать слово из 150 букв например то есть нам недостаточно просто съесть кусочек мяска нам нужно достаточное количество каждой аминокислоты мы конечно сегодня с вами поговорим о том что мы считаем сколько белков нужно женщинам мужчинам там тренируется не тренируется и так далее но на самом деле нас интересует не столько белок нас интересует конкретно вот эти вот бусинки из которых он состоит потому что каждый бусинка имеет свое кардинально важное значение в нашем организме пептиды это короткие белки которые состоят из на секундочку чуть чуть меньше чем 90 аминокислот то есть представьте да слово длиною в 50 букв а у вас алфавит всего там 22 букв то есть это очень-очень важно ну что ж поехали разбираться в аминокислотах запомните пожалуйста что в белке нас интересует не сам белок не сам кусок курицы не сам кусок рыбы нас интересуют фрагменты аминокислоты из которых состоит та самая курица то самая рыба и яйцо потому что организм не берет яйцо и не делает вам из этого кусок плеча кусок волос кусок лица организм берет яйцо в системе пищеварения расщепляет это яйцо на запчасти под названием аминокислоты и уже исходя из этого строить состав то есть а мама мы все это съели просто красивая тарелка в инстаграме о том что человек правильно питается это супер недостаточно то есть мы должны были это съесть мы должны были это переварить дальше когда мы это переварили мы должны были то усвоить и разобрать на аминокислоты и дальше аминокислоты применять по определенному алгоритму на питание или построение каждой клетки организм то есть это вам как бы не просто так да вот просто съел и съел и пошел спать то есть важно понять сколько этого белка есть как рассоздавать разнообразие белково важно его усваивать за этим нужно следить но вернусь к аминокислотам у нас есть восемь штук незаменимых аминокислот десять аминокислот в детском возрасте незаменимых что такое незаменимые они приходят только с едой 14 штук заменимые они могут синтезироваться из предыдущих то есть восемь десять незаменимых мы должны получать с едой как ни крути вот как ни крути мы с едой должны это получать хорошая секретная информация вам по секрету если у вас идеальная микрофлора если у вас все шикарно желудочно-кишечным трактом вы вот эту заварушку просто выигрываете на 10 из 10 потому что почему корова ест овощи и такая все мясная потому что коровы есть много отделов системы пищеварения у нее огромное количество микрофлоры способны синтезировать определенные аминокислоты то есть человек находящийся веганском питании если у него шикарная микрофлора он может какие-то аминокислоты досинтезировать даже из незаменимых но сегодня там скоро об этом есть но такая теория существует поэтому жкт мы свой любим полем и лелеем для того чтобы то что мы не успели сегодня съесть по нашей какой-то там оплошности микрофлора может сгенерировать это важно прям супер важно поэтому мы как умные такие стратегические любители себя мы должны позаботиться и на крайняк когда я не съела да что то должно само не синтезироваться в организме полноценным белком вот мы можем встретить такое понятие что продукт считать полноценным белком полноценным называется тот где есть все восемь незаменимых аминокислот и таких продуктов очень-очень мало на самом деле восемь незаменимых аминокислот в одном продукте чтобы сразу лежали только яйцо соя и молочная сыворотка и вы не поверите именно из этих продуктов чаще всего и производится протеиновые коктейли потому что протеиновый коктейль это тот где ну хороший протеиновый коктейль тот где содержится хотя бы база незаменимых аминокислот и может быть еще и заменимы ладно я думаю что с этим понятно смотрите друзья я сейчас конечно лекцию по каждой аминокислоте читать не буду но вы можете там где скриншоты ваших экранов или фотографировать у вас будет доступ к этим презентациям но я пройдусь по наверно ключевым вещам я хочу показать ключевую вещь смотрите аминокислоты каждая отвечает за что-то свое и в разных комбинациях они создают совершенно разные процессы то есть белки влечь влияют на транспорт то есть есть белки например элметиамины отличающиеся детоксикацию от внешних токсинов алкоголь дым угарный газ есть внутренние токсины продукты жизнедеятельности микробов и бактерий ядов в общем состояние токсикоза смотрите аминокислоты это машины по вывозу мусора из организма то есть просто пить воду и есть талант этого недостаточно нам нужны аминокислоты которые как мусоровозащий транспорт будет это вывозить более того аминокислоты транспорт полезных жиров транспорт витаминных комплексов минеральных комплексов помните сегодня так скользь лена сказала по поводу железа с органическими компонентами то что такое хилаты это когда к минералу прицепили еще транспорт в виде белка вам дали комплекс которым уже транспортная система сам минерал или витамин плюс транспортная система так вот белки всю функцию транспортную берут на себя транспортные белки по факту да и если у нас дефициты разных групп аминокислот какие-то какой-то транспорт мусор не будет вывозиться какие-то правильные микро макроэлементы не будет выводиться в нас это супер важно теперь одна из моих любимых аминокислот это трианин фенилаланин тоже фенилаланин хочу сделать отдельный акцент я про него узнал еще опять же лет 15 назад когда столкнулся собственными проблемами щитовидной железы я пришла в нутрицологию решать свои проблемы щитовидной железы и мне не тогда эндокринолог нутрицолог риткатят значит чего сделаны гормоны щитовидной железы это зависла какой элементарный вопрос а штыдно стало никогда в голову не приходилось вопрос а чего они делали они делали оказывается белка то есть оказывается есть минокислота фенилаланин из которой делается другая потом аминокислота тирозит и потом они объединяясь с людом формируют гормоны т-3-4 вставляете волшебство какое то есть когда у нас нету достаточного количества этой аминокислоты у нас нету потенциала вообще для делания гормона щитовидной железы вот так а это еще и память а это еще и у а это еще поджелудочная а это еще и печень и это только одна аминокислота популярные аминокислоты лицин и залицин валин три аминокислоты которые крайне важны для регенерации тканей используют может быть вы знаете фитнес индустрия называется bca многих используют для восстановления мышц коллагена связок суставов лизин насколько он архиважен в иммунном ответе опять же восстановление поврежденных тканей регуляция сахара восстановление поврежденных тканей в результате повышения сахара тот самый диабет боже то есть по каждой аминокислоте триптофан не это вообще просто предшественник нашей всей здоровой нервной системе чтобы не было психологических зависимостей от чего хочешь от еды от наркотиков от сигарет алкоголя от компьютерных игр от чего угодно то есть она работает на восстановление правильных алгоритмов мышления триптофан это предшественник серотонина предшественник мелатонина хорошего сна это регулятор сердечно-сосудистой системы это всего лишь одна аминокислота так все мощный и важно регулирует я вам покажу еще и незаменимыми на кислоты что они делают алоин аргинин вообще аргинин отдельно школят как аминокислоты отдельно пьют моноаминокислоту люди почему потому что на архиважно она работает и как детоксикант шикарный и как антиоксидант шикарный но поверьте когда они в комбинации они работают на x10 x20 то есть группа аминокислот которые хороши в моно например или карнитин очень часто используют как моно почему вот это карнитин он шикарно работать на энергетику то есть если вам нужна энергия сердечной мышцы если вам нужна энергия мышцы сам нужно жиросжигание если вам нужно чтобы ваши митохондрии атомной станции просто выдавали архи ресурсы это тоже l-карнитин копилку цистеин его называют цистерны по вывозу мусора глутаминовая аминокислота господи аглицин сколько для мозгов делать его тоже часто когда люди даже в аптеках шли покупали для того чтобы кормить мозг глутаминовая аминокислота это вообще супер синтез молодости опять же глутаминовую аминокислоту тоже некоторые даже полят в антиэйдж терапия для того чтобы быстро быстро все чинилось коллаген властин регенерация тканей а еще и к тому же много чего регулирует по иммунитету орнитин наш опять же иммунитет в общем ребята по каждой аминокислоте можно делать отдельный доклад поэтому как можно питаться только мясо и рассчитывать что она все мои вопросы вот людей создаются иллюзия что она белок это так важно важно если то мясо и то у меня достаточно количестве и вот эти всех микро макроэлементики он недополучает все эти аминокислоты еще и в суточной дозировки недополучаются невозможно получить устойчивый результат у белково зависимых тканей гормоны белково зависимые нейромедиаторы наше настроение не белково зависимое все транспортные функции не белково зависимые все функции детоксикации тоже белково зависимая вся регенерация молодость коллаген связки суставы ферменты желчь это все белковые структуры это все белково зависимое то как не дать поэтому я в своей жизни приняла для себя так открояло что я не кислоты в этот момент открешала вопрос из щитовидки и аминокислоты в ладошки своей докладываю я не знаю сколько конкретно каждой аминокислоты я получил сегодня съеду я примерно очень-очень примерно могу посчитать я примерно понимаю сколько села белка но я должен быть человеку которого сегодня не было аппетита у которого сегодня заболел ребенок и было не до этого который находился в дороге перекусил не перекусил съел полноценный там кусок мяса рыбы не съел, поэтому для меня святой и святых. Я это по-умному называю рационализация белкового питания. То есть мне нужно все аминокислоты в себя доложить, все ключевые, а потом уже поесть все остальное, поела, не поела, доела, не доела, это уже социальная моя жизнь. Она тут правда сильно влияет. Многие из нас сейчас находятся в таких обстоятельствах, что там вообще нет белка. Но хотя бы одну аминокислоту кину себе в ладошку, в топку организма, это святая обязанность. Внимание, выбирайте не спортпит. Да простят меня производители спортпита. Там столько не того, но я могла бы еще час вам лекцию на эту тему почитать. Конечно, есть и более-менее приличные производители. Но чаще всего спортпита другая задача. Поэтому я беру только те аминокислоты, которые я бы давала бы грудным детям. И, внимание, я добавляла своим детям, у меня двое детей, перехода после грудного вскармливания, когда здесь переходит пюрешка, кашка, кашка, пюрешка, я аминокислоты вот так вот дробила и добавляла в пюрешку, кашку, кашку, пюрешку. Это очень важно. А не строить новое туловище. Если вы хотите что-то новое отстроить, вы должны быть очень высокобелково насыщены. И при этом я не могу, как диетолог, давать вам 3 килограмма мяса, потому что нет вероятности, что это вы все переварите. Да и с мясом пойдет огромное количество пуринов, токсинов, гормонов и так далее. То есть если мы говорим о избыточном употреблении. Но при этом аминокислоты – такой стратегический момент. Друзья, я думаю, что я вас убедила. Если да, поставьте, пожалуйста, плюсы. Когда будет возможность на каждом рынке. Я знаю, что у бренда NSP сейчас были временные перебои с аминокислотами на разных рынках. Но ждите, добивайте, свое забирайте. Как только появляется хороший протеин или хорошие аминокислоты на дороге, срочно-срочно нужно. Как минимум, пока их нету, следите за белковой насыщенностью в вашей тарелке. Что такое белковая насыщенность в вашей тарелке? Вы должны знать вашу суточную норму белка и разделить их на три основных приема пищи. Завтрак, обед, ужин. То есть у меня белки есть где. Завтраки в обеде и ужин. Условно говоря, утро яйца, обед мясо, вечером рыба. Все, ничего не заморачивайтесь, просто примерно поймите, сколько это. Как это считать? Сколько белка нужно усвоить? Внимание, здесь не опечатка. Не съесть, а усвоить. Это разные слова. Съесть – это одно, а усвоить – другое. Потому что не каждый кусок мяса усваивается на 100%. Не каждый кусок рыбы усваивается на 100%. На 100% усваивается молочная сыворотка и яйцо. А все остальное усваивается не на 100%, а растительные источники белка вообще процентов на 40%. То есть вы съели бобовые, там, типа, вроде как белок, но там 8 грамм белка. И еще из них столько 40 усвоилось. То есть иллюзия, да, того, что я съела фасоль, и у меня там не какое-то бурное количество белка. Ага, конечно. Поэтому обязательно сгорело по один раз в жизни посчитайте, если клиент, хочу хотя бы один день своей жизни посчитать по белкам, чтобы осознать реальность. Итак, усвоить нужно в среднем 1 грамм на килограмм массы тела. Мужчине – 1,2 грамма. И если вы проактивный, то есть вы тренируетесь, у вас есть спортивные нагрузки, или вы выстраиваете новые ткани, то есть если вы работаете на коллаген-терапию, на сустав-терапию, то есть вы работаете на соединительную ткань, вам нужно чинить мышечно-соединительную ткань. Не важно, это потому что тренировки у вас, и вы хотите структуру, или потому что вам что-то уже сломалось, где-то уже что-то подвисло, какие-то признаки слабости соединительной ткани, и варикоз, и растяжки, и то, и то, и то. То есть есть признаки. То вы работаете на качество соединительной и мышечной ткани, тогда вы едите, если вы женщина, 1,2 грамма белка, если вы мужчина, 1,6 грамм белка на массу тела. Это чтобы усвоить. Но у нас есть моменты. То, что вот мы съели, нам еще нужно будет еще допереварить, и я сейчас это покажу. Вернусь к источникам белка. Где мы белки берем? Это еда, это белковые коктейли, это комплексы аминокислот. То есть это там, где мы можем с вами взять белок. В разных продуктах питания, разное содержание белка, легко прогуглить. Сегодня зашли в интернет, так, едите мясо, зашли, посмотрите, сколько там белка. Так, едите творог, хоть сколько там белка. Ели яйца, хоть сколько там белка. Не надо учить это наизусть. Просто ситуативно смотрите, вы запомните, потому что у вас ротация одних и тех же продуктов. Итак, считаем. Если вы в среднем весите 70 килограмм, на 1,2 умножили, получилось 84. Но мы должны понимать, что термическая обработка, которая разрушает белок, и есть коэффициент неусвоения. Поэтому практически всегда диетологи считают следующим образом. 84, чтобы усвоить, нужно съесть по 26. То есть плюс 50%. Еще раз повторю, чтобы 84 грамма усвоилось, нужно съесть 126. То есть добавить 50%, накинуть. Почему я люблю раз в день или хотя бы вечером в перекус использовать протеиновые коктейли? Они снижают вот эту историю. Почему? Потому что протеиновые коктейли усваиваются на 100%. И тогда я понимаю, что мне нужно съесть, усвоить, внимание, 84 грамма. Я выпью 20 протеином, соответственно, тогда нагрузка снижается. Уже 64 мне нужно усвоить, потому что коктейль усваивается на 100%. И тогда мы плюс-минус выходим на более-менее адекватное количество белка, которое человек должен съедать. 64 плюс 36 равно 36. То есть 32, это еще раз повторю, это 50% от количества белка, которое я должна усвоить. Друзья, если понятно, ставим плюс и едем дальше, потому что у нас с вами есть еще что проговорить. Ставьте, пожалуйста, плюсики, если понятно. Если непонятно, в конце отвечу на вопросы, проговорю еще разочек. Так, будет важная часть, мы по пунктам быстренько идем, но это важно. Почему белок неусваиваемый? То есть человек иногда ест, и белок не растет у него, ни мышца, ни коэффициент в крови, ни качество жизни не растет. Более того, ему может еще плохеть на этом белке. Почему такое происходит? Частой, самой-самой частой причиной неусваиваемости белка является пониженная кислотность. По-умному гипоацидоз. То есть, это, как правило, сопровождаемая история воспаления слизистых. И причина воспаления слизистых, сегодня уже вам скользко, Вячеслав об этом говорил, хеликобактер, пищевая непереносимость, аутоиммунные поражения слизистой желудка. С этим нужно работать. То есть, если человек объективно не тянет, вот мы его посчитали, сколько нужно, но что толку, что мы посчитали, если он этого не усваивает? Нам нужно, как мы можем понять, что человек его не усваивает? Плохой запах изо рта – раз. Плохие волосы – состояние волос – два. Анемия хроническая. Это комплекс проблем, которые вас должны задуматься, а усваивается ли у человека белок. Множественные пищевые аллергии. Сухость во рту. Вздутие бурления в животе. Стойкий запах в туалете. То есть, если человек идет по-большому, у него плохо оттуда пахнет, такой процесс гниения происходит, и из этого формируется неприятный запах в туалете. Отрыжка тухлым яйцом – это показатели неусвоения белка. Это очень-очень важно. Не надо продолжать его в себе пихать, а нужно вопросы слизистых решать. То есть, для этого существует алгоритм реабилитации ЖКТ, для этого существует обожаемый мной сок алоя. При гипооцидонности, вот у меня ребенок в какой-то момент говорит, мам, не хочу белок. Вот я понимаю, что… И при этом он живет лимон, много ума не надо, чтобы понимать. При этом у него анемия. То есть, я четко поняла, ага, привет, да. То есть, мы говорим о гипооцидонности. Почему анемия? Потому что у людей с низкой пихотностью всегда будет плохо усваиваться железо. Соответственно, мы видим этот комплекс факторов, да, или какую-то часть из них. Мы такие, так-так-так, как же нам с этим работать? Значит, смотрите, если вы хотите совсем поумничать, то вы можете сдать анализы, которые нам будут подсказывать, усваивается белок или нет. Один из самых важных анализов в общем анализе крови – это общий белок. Общий белок – очень, кстати, важный показатель. Его реально нужно смотреть. Вот смотрите, женщина, здесь возрастные показатели. Женщина 22-35, какая норма белка должна быть. И внимание, заметьте, здесь каждая единица важна. Если здесь у вас будет 74, а не 75-8, это важно. Это прям, вот прям, прям низко. А если 72, а ко мне приходит женщина 68, то есть если белка уже в крови мало, значит, организм так на нем экономит. Значит, он никогда не простроит периферию, типа суставов, волос, межпозвоночные протрузии, непролечия, да, будет экономить на метаболизме, все будет медленно кое-как регенерироваться, все будет просто очень тупло, развиваться, да, ваши органы и ткани будут в хроническом дефиците. Жизненно важные органы кое-как справятся, кое-какие гормончики белковозависимые сделаются, но все будет такое дряхленькое, рыхленькое, поэтому обязательно это смотрите. Если по мужчинам посмотрите, да, исключать инемию, можно сдать анализ на гастрин. Сегодня Слава тоже об этом сказал, да, что в крайнем случае, если вы хотите убедиться в уровне кислотности, сдайте анализ на гастрин. Антитилак, хеликобактер, ну и суточный пертизол, да, это так прям совсем, если вы хотите поумничать, но альбумин, кретинин, мочевина, мочевая кислота, если что-то из этого повышено, то значит, мы тоже имеем нарушение усвоения белка, и значит, мы отправляемся на работу желудочно-кишечного тракта. Еще раз повторюсь, если вы уже догадываетесь или знаете о том, что у вас низкий уровень кислотности, самое минимальное, что вы можете делать, это сок алоэ, а в идеале начинает полный алгоритм реабилитации ЖКТ и на первом этапе там как раз сок алоэ в протоколе есть. Поэтому это вам лайфхак на миллион, просто это очень важная история, чтобы не просто людей пихать белком из себя, а еще научиться его усваивать. Друзья, все ли ясно с белками? Давайте так, несколько плюсиков поставим. Да, можно действительно делать вывод, если у человека низкий уровень белка в анализе, то значит, а, либо он его не ест, либо он его не усваивает. Вы мониторите дневник питания, если съедает в том объеме, в котором нужно, значит, вопросы в желудочно-кишечном тракте. Если не съедает, а может быть, там и там проблемы. Поэтому как минимум увеличивайте белковое питание и обязательно мониторите состояние желудочного тракта и вообще симптоматик. Поехали. Дальше. Плюсики есть. Окей. Давайте разбираться с углеводами. У нас с вами еще углеводы и жиры есть в основе основ. С углеводами все будет очень быстро и очень просто. А на самом деле углеводы, это не совсем враги. Да, очень часто мы их демонизируем, но это точно те существа, которые нужно держать под контролем. Если с белками, ну, за ними гоняемся, учимся их усваивать, прям в завтраке, в обеде, в ужине. Кстати, по белкам я обязательно сказала, что мясо желательно есть на обед, а рыбу на ужин. Почему? Потому что каждый белковый продукт переваривается разное количество времени. В идеале мясо, как самый долгий белково переваривающийся продукт, мы едим на обед, когда наши ферменты способны это осилить. Ладно. Зачем нам углеводы? Так, это энергия. Раз. Клетчатка. Вообще вся клетчатка, не все почему-то понимают, что клетчатка – это и есть углевод. То есть овощи – это в каком-то смысле углеводы. Поэтому говорить, что углеводы нам нужны, не нужны, это скорее, когда речь идет про сахара. А вот углеводы нам нужны, потому что клетчатка – это углевод. Внимание! В ходе состав некоторых ферментов, вот тебе как, нуклеиновых кислот РНК, ДНК, иммуноглобулинов. Ребята, очень часто люди, уходящие в низкоуглеводное питание, очень часто начинают просаживаться иммунитет. Я не раз у себя замечала, если я совсем ухожу в низкоуглеводное питание, либо, поддерживайте иммунную систему, либо не уходите резко в низкоуглеводное питание. То есть должны быть в виде злаков углеводы поступать какая-то хотя бы небольшая порция, но она должна поступать. А какая порция, я сейчас скажу чуть позже, это важно, потому что реально люди уводят так называемое правильное питание, значит, они едят салатик, мяско, утром яичко, салатик, вечером просто салатик и начинают болеть. Там, конечно, много разных причин, но на самом деле углеводы в том числе нужны для иммунного ответа. Если ваш организм до сих пор жил на рельсах углеводов и вы резко их убрали, то он вам за это отомстит. Либо слабостью, либо головную болью и много-много чем, снижением иммунитета, поэтому это делается не резко, а идет постепенное снижение углеводного питания и переход на рельсы более жирового питания, белково-жирового. И углеводы вы оставляете в виде клетчатки, либо сложных круп, я имею в виду гречки, рис, буры, макаронных твердых сортов, также кукурузная крупа, сложные углеводы, сложные кашки, которые по чуть-чуть капельно усваивают. Либо это могут быть хорошие, классные фрукты и ягоды, но на них мы тоже сильно акцент не делаем и никогда не едим фрукты на ночь. Это прям супер важно. Не буду еще долго объяснять, почему, но это важно. Поэтому углеводы не исключаем вовсе, а делаем акцент на сложный. Простые и сложные отличаются оценкой, знаете, как оценка на букинге. Вот если вы смотрите, что вы хотите понять, он сложный или простой, гуглите гликемический индекс. Если гликемический индекс, это как оценка, я называю, как оценка на букинге, если она выше 50-60, значит, это простой углевод. Если, ну, давайте так, выше 70, окей. Если оценка ниже 70, значит, вы это еще можете отнести к группе сложных продуктов. Опять же, да, там вареный, картофель сырой, картофель в этом плане очень сильно отличает. Теперь смотрите, помимо того, что мы должны понимать, что они нужны, что есть сложные и простые, и мы их можем разделить именно по оценке гликемического индекса. Все, что сразу так. Овсянка. Гликемический индекс. Сколько? Смотрите, ага, меньше 70, больше 70. Если больше 70, то редко иногда может быть и то после овощей. Помните про это. А если выше 70, вернее, ниже 70, то вы это кушаете. Но объективно нормальное количество. Смотрите, очень, очень-очень-очень-очень важно. Вот здесь самое большое планетарное, просто, знаете, заблуждение, самое большое количество косяков людей питания именно в этом слайде. То есть люди не дают адекватный отчет, себе в адекватном количестве углеводов. Даже если это правильно, даже если это каша, даже если это крупы, хорошие, самые лучшие на свете, даже если это правильные фрукты, даже если это, не знаю, овощи, общее суммарное количество углеводов за сутки должно быть вам подконтрольно. И хоть раз в жизни, если посчитать их в любом приложении, в любом калькуляторе, нужно худеющий человек, внимание, это до 120 грамм углеводов. Оптимально, если вы действительно хотите худеть, и у вас уже проблемы с метаболизмом, то это 60-70 грамм углеводов в сутки, не больше. Иначе вы не будете худеть. Поэтому килограмм винограда летом это уже 180 грамм углеводов. Слышите, яблоко, курма, допустим, средняя курма, там 300 грамм, это будет практически 50-60 грамм углеводов. А где там каши, еще даже не нашли вы до каши, до каши, до хлеба. Поэтому, пожалуйста, без иллюзий на тему углеводов, мы часто их переедаем. Если вы хотите сбросить вес, то вы нормируетесь, ну, объективно, до 100 углеводов. Я вам написала, как по книжке, до 120, но вообще до 100. Вес, если вас устраивает, и вы хотите просто оставаться в том же весе, то вы считаете тогда 2-3 грамма на килограмм массы тела. Если вы набираете свой вес, если вам нужна масса, и вы работаете, вы худощавый человек, это 5-6 грамм углеводов на 1 килограмм массы тела. Внимание, следим за количеством углеводов даже правильный. И видите, количество там пшено, 69 грамм на 100 грамм продукта, фасоль, макароны, фрукты. То есть в этом на самом деле есть. А если вы поели и то, и второе, и третье, и пятую, то, скорее всего, у вас переизбыток углеводов, которые вы не истратите, и которые рано или поздно создадут вам метаболические нарушения. Вам не нужно объективно столько углеводов. Я сейчас не знаю, сколько вы съели, но в целом возьмите обязательно на контроль этот важный момент. Сфотографируйте сейчас слайд, посчитайте и промониторьте хотя бы один-два ваших дня и поймите, где ваши косяки. Так, с углеводами я по-быстрому, по-простому постаралась объяснить. С углеводами что нам важно? Важно понимать, что мы их не демонизируем, что мы выбираем углеводы преимущественно сложные, у которых оценка на букинге геликимический индекс ниже 70. Мы идем их предпочтительнее из овощей, которые чем-то богаты. Мы едим из круп, которые чем-то богаты, из фруктов, ягод, которые чем-то богаты. Не из булочек, конфет и печенья, которые почти ничем не богаты, а из ценной для нас по микроэлементам групп продуктов. Но суммарно за сутки мы смотрим, сколько мы их съели. И помните, что углеводы желательно есть до 16.00, чтобы успеть их потратить, потому что это в целом речь про топливо, которое должно успеть потратиться в течение дня. Если вы съели углеводы на ночь, то, скорее всего, они будут метаболизироваться в жир и радоваться про запас. Айди потом знай, получится ли у вас завтра из этого жира вернуть себе энергию, или оно отложится там на долгие времена. Поехали дальше. Ну вот, с углеводами вы разобрались. Вы теперь знаете, сколько их нужно есть. С белками знайте, что нужно есть сколько-то, плюс обязательно весь комплекс аминокислот себе докладывать. Теперь давайте разберемся немножечко с жирами. У жиров это тоже базовый строительный материал, это макроэлемент, без которого наша физиология не справится. Потому что жиры отвечают за структуру. Наши все мембраны, они жирозависимы. Вот каждая клетка жирозависимая. Представляете? Наш мозг жирозависимый, наша нервная система жирозависима, наши гормоны половые жирозависимы, наши гормоны надпочечников и стрессов жирозависимы. Хотите, чтобы у вас стрессово-регулирующая система в адеквате была? Это жир. Защитная иммунная система – это жир. Помните, когда я говорила, что люди уходят с углеводов, но не дают никакой альтернативы. Поэтому вы плавно уходите с углеводов и плавно подключаете адекватное количество жиров, правильно, для того, чтобы жир тоже отвечал за иммунную систему. Жир защищает терморегуляцию в нашем организме. Жир – это запас топлива на всякие случаи, на неблагоприятные времена. Плюс жир помогает усваиваться многим веществам, в частности, жирозависимым, жирорастворимым витаминам, такие как витамин А, Е, К. То есть это есть водорастворимые витамины, есть жирорастворимые витамины. Вот они в нашей такой созависимости. Поэтому, ребята, жир архиважен. Еще раз повторюсь, нервная система, термогормоны, стресс, восстановление всех мембран клеточек, иммунитет, терморегуляция и так далее. Какая суточная потребность в общих жирах? Можете себе фотографировать, опять же, как шпаргалку, потребность жира в среднем от 0,7 до 2 грамм. Я всегда считаю примерно 1-1,5 грамма. Это вот как я себе считаю. При дефиците массы тела, а то мы повышаем до 2 грамм. Или мы повышаем при гормональных дисбалансах, во время беременности. То есть потребность организма в жирах резко-резко увеличивает, поэтому мы это делаем. Так, теперь по деткам. Можете себе это тоже где-то пометить. До 6 месяцев вообще 6 грамм на килограмм массы тела. После 6 месяцев 5,5. Ну и пожилые мы действительно снижаем. У них достаточно сложно усваиваться жиры, поэтому 0,5-1 грамм пожилым людям нужно, потому что нужно смотреть, как оно переваривает. Потребных липидов выше при физических нагрузках. То есть если вы занимаетесь спортом, все-таки больше грамма. На холоде, в период выздоровления, во время беременности, грудного скармлива больше, больше-больше количества жиров. До 2 грамм может даже доходить. Поэтому жирок бояться не надо. У жирок есть одно любимое правило. Жир не любит съедаться весь за один раз. То есть если вам можно 80 грамм жира, то не надо его съедать пакетом кешью 100 грамм за один раз. Вот так не надо делать. Или там тремя авокадо за один раз. То есть это должно быть чуть-чуть завтраки, чуть в обеде, чуть в ужине. Вот так тогда ваша желчь, ваши ферменты, система ЖКТ это все потянет. Жиры у нас бывают в двух больших направлениях. Ну и то, что многие из вас слышали и знают, это насыщенные и ненасыщенные жиры. Насыщенные – это те, у которых такие плотненькие, у них нет свободных рук, нет свободных связей. Ненасыщенные – это те, у которых есть свободные руки для того, чтобы идти вам что-то делать. Это метафорически я говорю. То есть почему их считают более ценными? Их считают более ценными, потому что они приходят в дом, у них ваш дом, у них есть свободные руки, они могут пойти по вашему телу еще этими руками, чтобы хорошее делать. Насыщенные просто приходят в ваш дом и сразу есть. Они руками своими дополнительно, они какой-то функции и несут, но и пользу своей не теряют. Единственный жир, который реально нужно убирать – это трансжиры. Это растительные жиры, которые как-то там их переработали, ионами водорода. Вот это вот все действительно мы убираем. А насыщенные жиры, типа нормального порога, сала, мяса – это все нормально, это можно есть в соотношении примерно 50 на 50. Чем старше мы по возрасту, тем больше соотношение 40 на 60, 70 на 30 в пользу ненасыщенных жиров. Но демонизировать насыщенные жиры не надо. Вот сметану, там животные жиры, они не демоны, они неплохие. И холестерин повышается вообще не от них. Холестерин повышается в ответ на необходимость что-то чинить. Организм сам его повышает, чтобы что-то чинить, не едой. Едой мы холестерин повысить себе не можем. Мы не сможем съесть такой объем еды, который реально повысит нам холестерин. Услышьте меня, пожалуйста. Холестерин повышается не от еды, а повышается печень умышленная для того, чтобы что-то чинить. Но ненасыщенные жиры, у них много своих бонусных функций, помимо тех, которые я перечислила до этого. Вы их слышали уже, наверное, и вы встречали как воно ненасыщенные омега-9, полиненасыщенные омега-3, да, и в разных продуктах они содержатся. Поэтому очень часто говорят, что вот масла, растительное, это все прекрасно, а вот там сливочное масло не прекрасно. Прекрасно и то, и другое, просто растительное, тот же льняное масло может дать вам еще дополнительный какой-то бонус. О какой сейчас давайте поговорим. Два моих топчика. Давайте так, наша физиология в очень плотной зависимости находится от двух категорий жиров. Первый – это полиненасыщенные жирные кислоты, в частности омега-3. Омега-6 и 9 не является дефицитной в нашем питании благодаря растительным маслам, которые мы добавляем в блюда. И второй момент, она не является дефицитной, потому что из омега-3 можно сделать омега-6 и 9. Организм умеет так делать. Из омега-3 компенсировать дефицит 6 и 9. То есть это все делает. Самое дефицитное и при этом физиологически зависимый жир, которого мы физиологически зависимы. Услышите меня, пожалуйста. Какие-то процессы просто не происходят в теле, если мы дефицитны по омега-3 жирным кислотам. Смотрите, входит в состав сурфактанта легких. Это когда репарации легких, альвеолы, легких должны чиниться после всех бронхолегочных заболеваний, привет, ковид и так далее. Защищать теломеры. Теломеры – это такие волшебные штучки, от которых зависит продолжительность жизни. На каждой хромосоме есть такое окончание, такой вот наконечник. Это теломера. И как только она стирается, мы с вами, вернее, не мы с вами, а клетка умирает, а затем мы умираем. Поэтому наша заинтересованность в том, чтобы эти теломеры не стирались как можно дольше. Вот омега-3 защищает вот эту вот теломеру от того, чтобы она стиралась при делении. То есть при каждом делении клетки. Грубо говоря, представьте, знаете, как у кошек, там 9 жизней говорят, да, так вот и у клетки есть там 100, допустим, жизней. Сколько раз клетка может обновиться? Так вот, услышите, омега-3 позволяет клетке обновляться большее количество раз. То есть она реально повышает продолжительность жизни. Работает на кровеносную соседнюю, противоаллергическая система, работает на регуляцию холестерина, неганерной системе, противовоспалительной системе, качество волос и кожи. В общем, про омега-3 я, конечно, могу часами петь воду. И это на самом деле вещество, одно из топовых веществ было названо в системе физиологии. Почему? Не имеет противопоказаний. Вы не можете навредить омегой-3. Вы просто не можете. И второе, работает на максимальное количество функций. Вот представьте, функции, которые в организме только не существуют, и структура омега-3 работает на максимальное количество функций. Поэтому не помню, в каком году, но она была названа топовым вообще веществом. Ну, как, знаете, своего рода Оскар из микроэлементов, да, и омега-3 жирным кислотам. Суточная потребность от 1,2 до 2 грамм этой кислоты, да, вы видите, вот сколько содержится в капсулах бренда Inaspib. 300 миллиграмм, поэтому по 1,3 раза, по 1,4 раза, или по 2,2 раза, как вам себе любимому не жалко, вы себя обогащаете. Это эквивалент 350 грамм свежего лосося, выращено в дикой среде, ну и правильно приготовлено, да. Если вы этого свежего лосося сегодня не поели, и он вообще был не в дикой среде, и в качестве вы его сомневаетесь, значит, ваше святое долг выпить минимум 3 капсулы омега-3. Ну, самый экономный вариант – одна. Пожалуйста, одна омега-3 пожизненно. Еще раз повторюсь, ваша физиология не находится в зависимости от чизкейка, круассана и курса. Впрямую, в зависимости от наличия полинасыщенных жирных кислот омега-3. Это просто архиважно. Если вы хотите что-то с этой лекцией про жиры запомнить, то запомните, пожалуйста, про омегу-3 и лецитин. Есть, конечно, природные источники лецитина – это яйца, это бобовые. Но сколько нам его нужно и зачем? Вообще лецитин относится к такой группе жиров. Вот помните, я сказала, что две самые главные группы жиров – это полиненасыщенные жирные кислоты, и второе – это фосфолипиды, есть такое умное словечко. Вот наш лецитин, он богат по количеству разных фосфолипидов, поэтому не из подсолнечников никакого он должен быть сделан. Он должен быть сделан именно из сои. И 500 раз уже, мне кажется, Брэндон Испе отвечал на вопрос, что там нету белковой фракции сои. Соответственно, нету никакой рисков при эстроген-доминатности, при онко и для мужчин. То есть вообще рисков здесь на эту тему никаких нет. У меня сын есть лецитин в каких-то фантастических для себя качествах. Он, мне кажется, вместо попкорным периодически вместе с киноем смотрит. Поэтому есть его можно сколько, вот прям, извините, наверное, на уровне научной лекции я даю вам дозировку, сколько нужно, 5-7 грамм для взрослого, 1-4 грамма для ребенка. Но вообще сколько ни жалко, так и хочется сказать. Еще раз скажу, лецитин тоже относится к продуктам, которым вы не навредите. Потому что в мою сегодняшнюю тему входит подкаст такой о том, а какие же БАДы можно пить без вреда. Вот омега и лецитин не навредите. 15 лет пью, работаю и назначаю самым сложным пациентом от аутистов, заканчиваю онкопациентами, хотя я не врач. И никогда у меня не было никакой проблемы. И на всех кредиционных программах, на всех обучениях, на всех научных статьях в стиле сайт, пабмет и так далее, где клинически доказанная информация, все это безопасно. Друзья, главное, чтобы лецитин был сделан без белковой фракции, то есть достойного производителя. Это архиваж. Дозировку я вам здесь даю. Это физиологическая зависимость. Почему? Потому что, опять же, глицитин входит в мембрану клеточную. Лецитин входит в 43% мозга. Представьте, какой мозг вообще лецитинозависимый. Ваша память – это тоже лецитин. В структуру печени входит лецитин. АТФ, энергия без лецитина не делается. Способствует нейрогенезу взрослых людей. Слава Богу, что нейрогенез доказали. Нервная система лечится. И она лечится лецитином. Я не знаю, как мне кричать на эту планету всю, чтобы люди это услышали. Что мелиновая оболочка, то есть оболочка нервной изоляции, некий провод. Прямо так и хочется вам этот провод показать. Вот эта изоляция – это лецитин. Чтобы вы в адеквате жили. Это все возбуждающие, тормозящие аминокислоты. Там было, что аминокислоты отмечают за реакцию адекватную, за реакцию торможения там, где надо. Реакцию возбуждения там, где надо. Чтобы мы не тупили. И лецитин, чтобы у нас не было забывчивости. Более того, лецитин делает желчекачественной. Печень чинит. Помогает усваиваться жирозависимым витамином. То есть это на самом деле шикарная история. И гипотциты – это клетки печени тоже регулируются и чинятся лецитином. Это еще одна моя любимая тема. В лецитине у меня папа с проблемами печени, когда мы приходили в нутрициологию, у нас вирусоноситель гепатита С. И вот лецитин – это то, что ему назначали еще из-под полы, доставали когда-то там, когда еще даже на спине была знакома. Поэтому хотите восстанавливаться качественно, хотите классную нервную систему, еще раз повторюсь, в каждой мембране клетки, то есть в другими словами каждая клетка, лецитина тоже зависима. Поэтому вот на лецитине и омеги-3 вы не экономите с сегодняшнего дня. Я вам сегодня за полтора-два часа, мне же время подходит к концу, хочу дать самую-самую важную практику применимые вещи. То есть со всей моей практики, за много-много лет, за курсы, которые преподавала я, курсы, на которых бывала я, большие масштабные формулы. Если вот все саккумулировать и белки, жиры, углеводы взять за основу, то это прям супер важно, сколько белков вы съели, сколько жиров вы съели, сколько вы съели углеводов. Итак, давайте так, жирами понятно, друзья? Самое важное, чтобы подытожить по жирам, что мы должны понимать? Мы должны дробить их, это не за один раз, а 3-4 приема пищи. Мы должны делегировать жирам. Не за один раз едим. Второй момент. Если вы не будете есть жиры, то не будет чиниться все жирозависимое, например, половые гормоны, нервная система и стрессовые гормоны. Дальше терморегуляция, защита каждой клеточки не будет делаться. В общем, поэтому с жирами нужно дружить. И признак неусвоения жиров – это когда вас воротят от вида жирного раз, и когда вы ходите в туалет в большом, и вам приходится пользоваться ершиком. То есть стул такой глинистый, и вам приходится обильно туалетную бумагу использовать. Это говорит маркер того, что желчи не хватает для того, чтобы правильно усвоить жиры. И для этого мы будем тоже обсуждать, что же мы должны поделать такого, чтобы жиры хорошо-хорошо работали. Но на жирах полиненасыщенных жирных кислотах и пасфолипидах мы не экономим. Это самые главные части жира. Сколько всего жира съедать в сутки, я вам шпаргалку дала. Понятно ли, ясно ли, друзья? Так, по поводу вопросов мы потом саккумулируем все, отвечу, чтобы я сейчас не убегала. Плюсики есть, если понятно. То есть мы с вами три больших макроэлемента, белки, жиры, углеводы сейчас с вами обсудили ключевые вещи. Поехали дальше. Не могу не дать в следующий момент оптимизации метаболизма веществ. Что-то такое как-то очень неугрожающе, по-умному прозвучало. Другими словами, когда все, что мы едим, ту самую еду, те самые белки, жиры, углеводы, те самые микро-макроэлементы, какие-то витаминки, минералы, все остальное, как же сделать так, чтобы это максимально вас усвоилось? Поэтому, когда мы рассматриваем диетологию, диетологию, срези, нутрициологию, мы должны понимать не только, что мы съели или выпили в виде капсулы, а как это в итоге дошло до каждой клеточек нашего организма. Нам важно следить за уровнем соков. То есть именно оптимизация желудочного сока, тока овощей системы пищеварения – раз, ферменты – два. То есть сегодня Вячеслав Антелевский сегодня четко про это все говорил, что все этажи системы желудочно-кишечного тракта чуть-чуть улучшили выделение желудочного сока, чуть-чуть улучшили количество ферментов в организме, либо додали ферменты со стороны, улучшили желчоток. Вот прям желчоток влияет на усвоение жиров, всего, что с жирами связано. Нарушен желчоток, до встречи хоть бы вагона этой омеги-3, практически ничего не усвоится. Поэтому все травки желчегонные, такие, например, как репейник, разные, если в комплексе NGX, я очень люблю этот состав, потому что это фермент желчегонные травки, это там же имбирь есть и так далее. То есть это все улучшает коэффициент метаболизма, то есть, другими словами, усвоение этих веществ. Состояние слизистых. Помните, я говорила, что воспаление слизистых не дает усваиваться белкам или усваивать неправильные. Поэтому мы следим за состоянием слизистых, мы их восстанавливаем, тем же цинком, кстати, он очень влияет на состояние слизистых витаминов, ага, влияет на качество слизистых. Микрофлора, то есть прой, перебиотики, это в комплексе, то есть наши микробиота влияют, потому что слизистые по факту чинят микрофлору, и от нее зависит, насколько у вас хорошие слизистые, насколько нет синдрома дырявого кишечника, через которого проникает все и толком ничего не усваивает там. Поэтому смотрите, что мы делаем. Мы, если улучшим на 5-10% показатели по желудочному соку, по ферментам, по желчи, по слизистым, по микрофлоре, мы суммарно выигрываем в качестве метаболизма, то есть в качестве усвоения продуктов питания и витаминов, которых вы пьете. Еще одна очень, прям поставьте три восклицительных знака, это печень. Печень с метаболизмом связана, я не знаю, просто на 100 и 100. Почему? Потому что, чтобы из вещества А сделать вещество Б, и чтобы в кровь не попало какое-то ненужное вещество С, печень занимается этим вопросом. И от того, какой вы вид жира, какую минокислоту вы съели, потом из этой минокислоты выкрутили, сделали другую минокислоту, это тоже зависит от того, как работает печень. Поэтому помогать печени раз в 3 месяца, что-то, какие-то гепатопротекторы, это даже если у вас все зашибись, вы все равно это делаете, потому что вам нужно повысить коэффициент усвоения веществ. Вся моя фишка на диетологическом рынке, вся моя сила по сравнению с другими классическими диетологами, это в том, что я всегда вместе с а-ля диетой даю оптимизацию метаболизма. Дальше. Гормоны. Они тоже влияют на усвоение. К-факторы, витамины, минералы влияют на то, как усваивается все предыдущее. Все говорили, без аминокислот не усваиваются какие-то другие микро-макроэлементы. То есть печень, например, не произведет что-то без наличия витамина группы В. То есть оказывается, для того, чтобы усваивать одни вещества, нужны какие-то другие вещества. Поэтому я всегда использую витаминную терапию в метаболизме веществ в целом. Сон и отдых однозначно. То есть если вы хотите повышать качество усвоения веществ, можно в детали, конечно, уходить сколько хочешь, но от того, как человек спит, будет зависеть от того, как он его все усваивается и вырабатывается. И, конечно же, психоэмоциональный фон, потому что психоэмоциональный фон будет влиять на то, как усваивать или расходуется тот же витамин С, витамины группы В, какие гормоны будут производиться. Эти гормоны будут что-то там либо синтезировать, либо уничтожать. Поэтому чем он лучше, тем лучше вообще общий метаболизм. Я сейчас вроде бы так бегла за одну минуту, но дала вам все этажи. И вот когда вы работаете над метаболической коррекцией веса или над коррекцией питания, вы усваиваете, вернее, вы работаете над улучшением этого всего усвоения. Друзья, я надеюсь, это понятно, что от того, как у вас со слизистыми, с желудочно-кишечным трактом, как у вас работает система пищеварительная, зависит как бы усвоить эту авокадо, рыбу и витамины. Поэтому мы работаем на двух фронтах. Улучшаем состояние желудочно-кишечного тракта, гормоны, экофакторы, сон и психоэмоциональный фон. И кормим себя правильно. Вот тогда это будет работать. То есть и поели нормально, и хорошо это все усваиваете. Слайды вам останутся. Посмотрите эту шпаргалку. Смотрите, почему иногда нужна все-таки элиминационная диета. Почему просто базовые белки, жиры, углеводы, ешь ты рыбу, бобы, зелень и овощи, как попало, не работают. Потому что есть ситуации медицинские, клинические или ситуативные, в которых мы вынуждены уходить в диету, терапию. То есть мы вынуждены исключать какие-то группы продуктов. Какие группы продуктов, когда мы исключаем, это, конечно, мы сейчас разбирать не будем, нет времени. Но вы просто должны себе шпаргалку сделать, что если вы уходите в детокс, противогрибковые программы, противопаразитарные программы, если у человека подагра, если у человека аллергия, если у него метаболический синдром, это нарушение глюкозы усвоения, это инсулин высокий, сахар высокий, если у человека онкология, если у человека аутоиммунные заболевания, если у него есть заболевания нервной системы, любые, от депрессии до аутизма, если острое состояние желудочно-кишечного тракта, ОРЗ, ОРВИ, то в этих случаях мы действительно, даже те условно-правильные продукты, мы исключаем. Например, при аутоиммунке нельзя, бобовые нельзя, ну не то, что нельзя, мы минимизируем их, семена, орехи, посленовые, в метаболическом синдроме мы из четырех, пятиразового питания, уходим на трехразовое питание, какие-то группы продуктов не едим, при подагре мы, допустим, не пьем черный чай, не едим шпинат, это к примеру, хотя эти продукты в целом, в общепринятом смысле, ничего нам, как бы, вредоносного не несут, то мы при острых воспалительных заболеваниях едим красное мясо, то есть есть какие-то такие состояния, и в каждой ситуации вы, как диетолог, нутрициолог, должны себе иметь эту шпаргалку, что человек в этих случаях не ест, но вы хотя бы сегодня уходите с этим знанием, что да, базовые принципы питания бужу это одно, но есть показания к элиминационным диетам, какие самые распространенные элиминационные диеты бывают, вы опять же себе их сфотографируете, и домашнее задание для общего развития, изучайте каждую по чуть-чуть, ЛСХФ это когда мы снижаем углеводы, повышаем жиры, это близко к кето-диете, но только помягче, это хорошо работает на вес, палеодиета работает на нервную систему при аутоиммунных заболеваниях хорошо, вегетарианство и гастоприонкологии, интервальное голодание, метаболическое коррекции, аутоиммунный протокол, это четкий протокол питания при аутоиммунных заболеваниях, ГАПС протокол, это при расстройствах нервной системы, обязательно при разрушении нейролюбых дегративных процессов, при задержке развития детей, всяких-всяких историй про голову, фудмэп это при избыточном бактериальном росте, грибковом росте в кишечнике, в общем, при каких-то таких самых популярных диспункциях кишечника, это если вы хотите быть в моде, в тренде, если вы хотите быть грамотными, постепенно изучайте эти протоколы, они самые-самые популярные, сейчас нет времени давать их, но хотя бы будете знать, что это важно. Итак, мы с вами с диетологической частью закончили, у меня время тоже закончилось, но давайте под занавес, под завершение, хочу вас успокоить, еще раз подвести хороший, такой качественный итог. Слушайте, во-первых, спасибо вам большое, что сейчас 454 человека находятся в прямой трансляции, вы, слушайте, выдержали целый день, вы герои, вы герои, вы меня дослушали до конца, не побежали по своим делам, спасибо вам за это отдельное большое. Значит, смотрите, что я вам хочу тоже дать свою шпаргалку, да, и свои наработок. Как не допускать ошибок в назначении БАД? Очень многие люди боятся либо назначать их, рекомендовать их, либо там самим пить как-то, типа бесконтрольно, а вдруг там без анализов, а вдруг кто там. За многие-многие годы я научилась разбираться в анализах, я научилась создавать сложные протоколы и так далее. Знаете, к чему я пришла? Тут те простые протоколы, на которых я работала, когда я вообще ни в чем не разбиралась, так и работают. И я сейчас, даже когда я во многих вещах разбираюсь, я все равно прохожу к простым, простым, понятным протоколам. Людей нужно просто помыть, людей нужно просто накормить. Если вы просто вот эту продуктовую корзину почистили, так как я сегодня говорила, да, чуть-чуть жиров добавили правильно, чуть-чуть сняли углеводы лишние, чуть-чуть белками подразобрались, улучшили работу жуточного кишечного тракта, положили витамины, которые сегодня сказала Елена, да, и человекам вот на эту тему разобрались, водичку додали, в микроволновки реже стали подогревать, то есть все это стали улучшать. Суммарно каждый пункт повлияет, у человека будет очень классный прогресс. Что вы можете делать, я сейчас говорю со 100% ответственностью, понимая, что это просмотрит 3000 человек, что вы можете делать без страха, без риска по работе оптимизации желудочно-кишечного тракта и печени, то есть нам, мы говорим о том, что помимо того, что вы как нутрициолог помогаете человеку с питанием разобраться, витаминки подобрать, вы улучшаете коэффициент этого усвоения, то есть то, что минимально-преминимально вы можете делать, это ферменты, студензим, шикарный состав уже готовых протеэклитических ферментов, амилазы, липазы, бромелайн, много всего, которые и учат поджелудочную работу и переваривают. AGX, обожаемый иммуной комплекс, там имбирь, мята и много различных трав, он вообще как чаечек шикарно, как ферментный чай работает, он обучает желудочную и включает все этажи системы пищеварения к работе, то есть это то, что вы можете давать, при разных состояниях человека, вы ему никогда не навредите, то есть вы улучшаете качество усвоения той пищи, которую человек ест и тех БАДов, которые он принимает, вот просто это вот лайфхак вам на миллион, вот улучшите коэффициент у своей. Репейники, молочный чертополов, купечник, то есть репейник, в случае, если у человека нет камней и все окей с вот этим вопросом, всем остальным как бы можно, но стресс, если есть камни, то как бы нежелательно, если вы сомневаетесь, то самый беспроигрышный вариант это молочный чертополов вообще, он каждую клетку печени встряхнет, почистит, он работает на все фазы детоксикации печени, а если вы печень почистили, вы улучшили миллион всего, даже если вы только к любому протоколу питания, к любому диете, к любому просто улучшению здорового питания будете добавлять молочный чертополов, метаболизм веществ всех улучшится, 100%. Ну и бифидофилус это микрофлора, лактобифидобактерии, которые можно подселять, и микрофлора вам сгенерирует огромное количество микро-макроэлементов. Хорошая, она попустит на землю всю избыточную ненужную инфекцию в кишечнике и врагов, и начнет вот это плавненько выравнивать, залечивать вам слизистые, и вы помните о том, что я говорила, что это сильно-сильно влияет на качество освоения различных микро-макроэлементов. Поэтому вот бифидофилус я пью лично 10 дней в месяц, я подселяю себе флору, что бы со мной не происходило. Репейник, молочный щеполох, раз в 3 месяца, независимо от того, что у меня там, есть у меня что-то в анализах, нет у меня ничего плохого в анализах, для улучшения общего метаболизма всех микро-макроэлементов, всего метаболизма в организме, я раз в 3 месяца печен свою докармливую. И ферменты я либо пью ситуативно, либо там недельку в месяц, так немножечко и джикс, я пью практически каждый день, или через день очень люблю это, можно спить спокойно ноу-стресс, особенно деткам. То есть это то, что можно делать без вреда в 1000%. Дальше, что касается нутрицептик. По поводу нутрицептика, какие они безопасны, то есть безопасны я и пишу все, но какие вы можете дать и вообще ноу-стресс не переживать, то есть вы точно не накосячите нигде никак. Это комплекс общей минокислоты, где нету высокодозированной той или иной аминокислоты, где есть общий набор важных аминокислот незаменимых точно всех и частично заменимых. Все, вы дали, вы рационализировали все, что человек не доел с белковой едой. Все, это вообще ноу-стресс тоже абсолютно, опять же говорю, даже он к больным я давала комплексы аминокислот, вот таблетированную форму нашу спокойно. Можно даже протеин, смарт-мил, нутрибер, ну уже здесь в зависимости от потребностей. Следующее, что вы можете давать, это минералы, причем видите, я не написала витамины, а больше акцент на минералы, например, магний, крайне дефицитный минерал, наверное, дефицитнее, чем все остальные, кальций, цинк, серо, либо вы берете общий комплекс минералов и даете человеку, если вы там вот так прям легонечко-легонечко касаетесь, либо можно попить мономинерал в каком-то одном ключе, сегодня в этом месте магний, в следующем месяце серо, а можно и то, и все, вместе, то есть я вам написала минералы, с которыми нету рисков, особенно если вы берете каких-то стартовых дозировок, магний, кальций, цинк, сера, с ними нету рисков обломаться, понимаете, что-то такое сделать, опять же, сера настолько многофункциональна в желчотоке, как антиоксидант, и как липкая лента для токсинов, и как строительство коллагена, в ней нету опять же противопоказаний, что касается по жирам изнутри цептиков, омега-3, лецитин, уже говорила, повторяться не буду, и четвертое, это антиоксиданты, все, что будет относиться к группе антиоксидантов, тоже можно пить без риска, А, Т, Е, обязательно с биофлавоноидами сегодня, Елена об этом сказала, сам комплекс антиоксидантов, у производителей НСП есть прям готовая линейка, вы это многие знаете, то есть антиоксиданты прям вообще окей, но стресс можно каждый день, ну и последнее, это PH-баланс, то есть вот эти три блока, если вы вот базово, к базовому здоровому питанию человеку добавите, это вы не ошибетесь ни секунды, ни в чем никак, PH-баланс, это хлорофилл, коралловый кальций, либо опять же минералы тоже служат коррекцией PH-баланса, то есть что-то из корректировки PH-баланса в базе своей должно быть, вы PH-баланс отрегулировали, создали хороший климатический фон, вы усилили питание человека, его продуктовую корзину через нутрицептики, которые я дала, с которыми вы не ошибетесь, не навредите ни одной группе людей, никогда, и вы оптимизировали усвоение еды человека, да, за счет ферментов, за счет секретной формулы, связанной с печенью, потому что тут вообще миллион всего, что вы выигрываете, усиливая работу печенью человека, и микрофлору. Боже, вы создали такую площадку для здоровья, что человек будет самоисцеляться. Поэтому дальше, когда вы будете узнавать какие-то терапевтические протоколы, когда вы будете узнавать, а как же там подчинить, полечить, поддержать в какую-то ту или иную функцию, поверь, нужно начинать с базы. И все, что я вам сегодня давала, это база, вода, откорректированная еда, временная диета, терапия, если у человека есть показатели те или иные заболевания, о которых я говорила, и базовые микро-макроэлементы, коррекция усвоения, нутрицептики, и PH-баланса. Вот эту базу вы даете человеку вне зависимости от того, что он там себе лечит или вообще ничего не лечит. Услышите меня, это образ жизни. То, о чем я сейчас говорила, это тот осознанный образ жизни, когда я хочу повысить коэффициент всего. Поэтому, друзья, я думаю, что сегодня мы с вами очень качественно должны были, по крайней мере, усилиться в осознанности. Я, по крайней мере, от себя делала все возможное. Надеюсь, вы от себя тоже делали все возможное для того, чтобы услышать, улучшить свое же питание. Итоги мы подводим, а вы пока задавайте вопросы. Юра мне поможет, в селекции этих вопросов. А я хочу вас поблагодарить за ваше стремление расти в осознанности питания. Пожалуйста, начните сегодня с себя. Пообещайте себе сегодня поднять, какая у вас оценочка была на старте, поднять градус осознанности в еде, в воде, в жирах, которые вы потребляете, и как вы их потребляете, в белках, которые вы потребляете, и как вы их усваиваете. В контроле углеводов и обязательно в улучшении работы желудочно-кишечного трактора и сублементации в ладошках красоты, как говорит Елена. Она сегодня шикарно сказала. Поэтому еда, вода, воздух и витамины в ладошке – это то, что очень качественно продвинет вас вперед. Ну что ж, я на этом заканчиваю. Я не знаю, есть ли у нас, Юра, время для вопросов, но тебе слово. Будет время для вопросов, потому что, во-первых, они есть, во-вторых, это логичное завершение, чтобы мы подытожили, проинтегрировали и закрепили. Я хочу тебе сказать, что у нас сейчас 427 – это только в прямом эфире, слушатели, но на конференцию зарегистрировались уже более 4200 партнеров. Соответственно, они посмотрят тебя в записи. Это я хочу также поддержать тебя, поблагодарить, что твой труд, он будет на самом деле очень полезен и нужен. И я уже вижу по реакции партнеров. И перехожу на украинскую мобу. Катерина, дякую за детальную инструкцию. Що, як, навещу и скільки споживати из твоей подачи наше омега-толицитин, який ты згадала, перетворюется на справжні пигулки счастья, який, до речі, в будь-який час та за будь-яких обставин можна замовити в официйной службе доставки NSP.com.ua и мы на будь-яку територию Украины, на будь-який хутер або будь-яку точку привеземо. Катя, а від твоєї презентації я вже точно почуваюся більш здоровым і щасливим. Дякую іще раз від тебе і від всіх наших слухачів. І попереджаю тебе, пані Катерина, приготуйся до хвилі запитань, хоче часу обмаль, але наші учасники хочуть знати дещо від тебе. Навіть не сподівайся тихесенько піти, від нас ще ніхто не тікав без рубрики запитання-відповідь. Тож, питання перше і я зараз його озвучу від Оксани. Как ви відноситесь к питью води? Кипяток 300 мл перед їдою і сутра. Так, 300 че-то многовато за раз. Я очень хорошо отношусь к питью воды с утра і в целом теплой воды перед каждым приемом пищи. Почему? Потому что запускається система пищеварення, она готова. Основная история, когда мы говорим, что нам нужно тепленькое супчик поесть, нам нужно тепленькое, чтобы тепленькое, чтобы животик було хорошо. Вот эта история про тепленькое, это про то, чтобы снять спазм, потому что мы все немножечко такие, как бы, зажатики, и снять спазм желчного пузыря системы пищеварения. Для этого мы пьем именно теплую воду, во-первых, pH теплой воды всегда выше, она более щелочная, как ни странно, и раз, это помогает системе пищеварения. 300 мл, я не знаю, честно, откуда взяли, иногда 500 пьет за раз. Выпейте столько, сколько комфортно. Ну, 100-100 будет, 150-150, то с утра проснитесь, действительно стакан теплой воды и в целом около 100 мл перед каждым приемом пищи теплой воды, даже в ресторанах порой прошу принесите мне просто для лекарства или для чего-то еще, они мне приносят, я эту теплую воду пью перед тем, как что-то поесть. То есть это как бы абсолютно классный ритуал и с утра тоже, но нету задачи выпить прям сколько-то там мл. Спасибо. Следующий вопрос от Ольги. Можно сахар заменить ли медом, делать выпечку с медом, например? Какая цель стоит? То есть если вы хотите, чтобы что? Чтобы сделать ее типа полезнее, ну как бы глобально да, в меде есть микро-макроэлементы. Чтобы минимизировать количество глюкозы, нет, фруктоза распаковывается печенью еще хуже, чем глюкоза. То есть если глюкоза сразу идет в энергию, то фруктозу должна печень распаковать. Если печень буксует, то как бы ей фруктозу будет тяжело распаковывать. То есть если у вас есть нарушение углеводного обмена, есть высокий инсулин, есть высокие триглицериды, липидограммы не в порядке, мед это имитация какой-то там здоровой истории. То есть реально, вот если как бы это как в философии, многие там вообще выпечку, все с медом, я типа не сахар, а все с медом. То есть если это про это, то это большое, очень сильное заблуждение. В меде есть микро-макроэлементы в отличие от сахара. Но с точки зрения углеводов, мед порой даже хуже, сейчас как бы странно не прозвучало, чем просто сахар. Поэтому здесь вопрос, какая цель заменить на мед. Да, у меда есть свои плюсы, но гликемический индекс, помните, я говорила, он выше у меда. То есть посмотрите, ради интереса, гликемический индекс меда, оценка на букинге, он очень достаточно высокий. При термической обработке по мне возможно, что и микроэлементы там погаснут. Поэтому я не вижу смысла, добавьте туда стевии, будет вам точно такой же вкус. Вот, то есть это как бы мое давнее такое убеждение. Я вот мед, честно, практически не использую, я могу детям сделать слабый, ну как бы в чай такой символически добавить, потому что им он на вид нравится, но и в целом не гонюсь за ним. У продуктов пчеловодства мед вообще не самый топовый продукт. Вот пчелиная пыльца, забрус, перга, прополис, это гораздо более полезные продукты пчеловодства, чем мед. Это так, знаешь, такие случаи. Спасибо. Спасибо, Катя. Вопрос от Светланы. Скажите, какие ваши рекомендации для людей, которые временно не едят мясо и молочку, чем нормализовать норму белка? Ну, пожалуйста, ешьте рыбу. Вообще, давайте так, мясо, как мясо, сам по себе продукт, не является, грубо говоря, суперобвязательным. Там, безусловно, тут можно говорить об анемиях, беззависимых или железозависимых. Поэтому, если вы хотите прям совсем по уму, сдайте ферритин и сдайте гомоцистеин, посмотрите, там, В6, В12, посмотрите, что у вас там и начинайте усиливаться, если отсутствие мяса привело вас в анемию. А так, ешьте, если говорить про белок конкретно, то спокойно рыбой и яйцами вы можете компенсировать отсутствие молочки и отсутствие мяса, если мы говорим про белок. А все остальное, там, В и железо, серу, ну, нужно компенсировать либо из БАДов, ну, как минимум проверить, надо ли вам железо и В витамины поднимать. Это вегетарианство. Это развернутый ответ. Вопрос от Оксаны следующий. Она интересуется, как ты относишься к интервальному голоданию? Глобально отношусь хорошо, за исключением, если у человека есть проблемы с желчным, ему это не подходит и ему тяжело, может быть, из-за скачущего инсулина, сахара, людям может быть тяжело. То есть, у людей, у которых гипогликемия жесткая, то есть, они знают, те, кому я говорю, когда вы 3 часа не поели, у вас там ладеют, потеют ладошки, болит голова, у вас уже чуть ли не до тошноты, у вас сахар настолько упал, вот не должно быть плохо. То есть, интервальное голодание даже входит в протокол лечения проблем с инсулином, с сахаром. Это не ваша история. Второй вопрос с желчным. То есть, люди, у которых есть вопросы с желудочно-кишечным трактом, почему пошло такое, что там дробное питание и так далее, потому что желчь вытекает в ответ на прием пищи и в основном на прием жирной пищи. Если человек ест 2 или 3 раза в день и вот дальше очень большой интервал по времени, то желчь загустевает и там ряд своих проблем. То есть, опять же, это может усилить запоры, например, поэтому тут надо посмотреть по ситуации. Второй момент, интервальное голодание. Я строго, если человек 16 часов голодает, 8 ест, 16 голодает, то должно начинаться с 5 часов закатного времени. Вот как солнце село, именно сейчас в осенний-зимний период говорю, вот должно быть не так, что человек в последний раз ест в 10 часов вечера, а потом в 16 часов не ест. Вот это вот не совсем то интервальное голодание. Так что в целом к нему отношусь абсолютно так адекватно. Это уместно в определенных ситуациях. Вот так. Спасибо, Екатерина. Вопрос от Валентины уже под запись и более точно. Что в твоей ладошке красоты и какие аминокислоты? Лично твоя ладошка красоты. Ой, она у меня такая из большой любви к себе. Аминокислоты по возможности всегда стараюсь, чтобы были. Если нет аминокислот, то общеринная пульца. Очень люблю общеринную пульцу. Считаю ее вообще гениальным продуктом, потому что аминокислоты и трансфер-фактор, и микро-макроэлементы. И антиоксиданты, и всякое такое-то есть. Поэтому это раз. Дальше у меня обязательно омега-лицетин. Прям обожаю. Витамин С, потому что у меня витамин С мой топчик. Если мы говорим про антиоксиданты, витамины, то это витамин С. Я тоже фанат всего, что связано с коллагеном, эластином, кожей, красотой, стройностью, у серы нет противопоказаний. Из минералов это серо, из минералов это магний. У меня нервная система все время в хроническом напряжении, поэтому из минералов у меня всегда есть серо, всегда есть магний, витамины всегда есть витамин С. Из чего-то там по ЖКТ, хлорофилл, 100 калория. Ну вот я их чередую один раз так, один раз так пью, потому что я все-таки склонна к низкой кислотности. И, наверное, что-то там для печени. Я так, опять же, не системно пью, что каждый день у меня обязательно есть что-то для печени, но в моей системе жизни у меня всегда есть что-то для печени. И, кстати, стало в последнее время добавлять витамин Д и конзинку-10. Вот прям я взрослеющая барышня, поэтому я поняла, что нужно уже хоть 10 пить. И витамин Д, кстати, работает потрясающе. Боже, так помогает пережить все эти истории. Нервная система сильно в адеквате, иммунитет на стрессе меньше падает на витамине Д. Вот так. А моноаминокислоты добавляю перед тренировкой электронитин, если я покажу на тренировку, в день, когда иду на тренировку. И в осенне-зимний период к аминокислотам добавляю пятерку. Тоже мне помогает жить. Я очень эмоционально на все реагирую, поэтому все эмоционально чувствительные люди, 5 гидроксидопиртофарм, это наше все. Мне подсказывают наши слушатели, если ты выключишь демонстрацию экрана, то будет видно больше тебя, а хотят насладиться твоей красотой. Спасибо. С удовольствием. Спасибо, Катя. Следующий вопрос от Оксаны, очень сложный, как по мне. Прошу помочь мне разобраться с протеиновыми комплексами НСП. Никак не могу с ними подружиться. Для меня они слишком сладкие, а у меня инсулинорезистентность. Когда я выпиваю такую протеиновую смесь, то сначала мне вкусно и хорошо, а в скором времени хочу не просто есть, а жор просыпается. А ведь идея в том, чтобы заменить прием пищи. Не знаю, как ввести ТНТ внутрь ребенка в свою жизнь, пока моя реакция на них у меня неожиданная. Или что-то со мной не так, или что я делаю не так, развожу на молоке или воде. На молоке растительном или животном сразу вопрос. Да, я вам скажу, что как бы есть такой момент, что если у вас действительно высокий инсулин, смотрите, что поделаете сначала. Вы сначала 2-3 недели поработаете конкретно над инсулином, вот прям конкретно туда, а потом вводите коктейли. Действительно есть повышение аппетита на протеинах при инсулино-резистентности. Это действительно есть. Это вы как бы все с вами, ну, не то, что окей, да, у вас не окей, потому что уже инсулины и метаболизм нарушен. Но перейдите на комплекс аминокислот по возможности. Второй момент, протеин добавляйте куда-то. Ну, например, сделайте из него какое-то блюдо. Вот я себе в кашку добавляю. Ну, я в кашке редко ем, но это добавляю. В творожок добавляю себе протеин. То есть, да, вот таким путем. Ну, у меня не вызывает такую реакцию, но вот так вот я решаю вопрос. Смотрите, еще раз повторюсь, 3-4 недели работайте над инсулином, а потом вы используете протеин и используйте развоженную животному. Нет, 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 не делайте, пожалуйста. Пожалуйста, вообще ко всем слушателям старайтесь протеины наши не смешивать с молоком коровьим. Растительное молоко либо сами сделайте это, что в идеале не так оно там сложно делается, либо на слабом растворе растительного молока. Вот это прямо очень-очень важно. Это может быть вопросом. У вас молочка будет повышать вам инсулин еще больше. Это прямо супер важно. И смарт-мил в вашем случае только в первой половине дня оставляйте. И вообще, может быть, даже не смарт-мил, а ну приберн ваша история на растительном молоке. Вот прямо пожалуйста. Это как бы если очень просто ответить. Три недели хром, цинк, все, что отвечает у нас за регуляцию инсулина, потом возвращайте протеин и делать его на растительном молоке, можно делать его как бы посытнее, давайте так скажу. Так что так, на кокосовом будет вам получше, даже если уже добавить еще лирики немножко. Благодарю, Екатерина. Следующий вопрос от Анны по поводу эндогенного белка. Почему про него никто не говорит? А в каком смысле про него никто не говорит? Что вы хотите, чтобы про него сказали? Не совсем понимаю, что вы хотите от меня услышать? Развернутого может быть сейчас Анна в комментариях напишет, но очевидно она имеет в виду, что о нем можешь сказать ты, то есть с чем его едят, хороший это или плохой белок, с чем его получить, есть ли возможность получить с продуктами НСП и так далее. Я попробую пофантазировать, что Анна имеет в виду. Ага, это не Анна. Смотрите, я считаю, что ну как бы наша честно скажу, я считаю, что базой должно быть питание базовое, то есть на еда и еда. То есть не заваливайтесь пожалуйста на коктейли, ожидая, что они порешают все ваши проблемы. Но коктейли мой, наверное, фаворит, если мы говорим по еде таковой, смотрите, давайте так, чтобы вы просто понимали, как работает даже коктейль, как работает вообще все. Все равно оно раскладывается на аминокислоты. Вот все равно оно раскладывается на аминокислоты, что протеин наш, что еда, еда, и потом вам организм создаст то, что вам нужно из этого создать. Понимаете, вот это важно понять. И здесь мы коктейль в данном случае, или это будут аминокислоты, мы используем как увеличение все равно аминокислотного ряда. Поэтому в какой, какого типа он будет, здесь для нас это не так принципиально. Нам принципиально получить белок, чтобы разложить его на аминокислоты. И протеин мы используем как усиление того питания, которое мы себе не смогли сегодня обеспечить. То есть, если я сегодня его не поела, то я себе его компенсирую. Либо, если я хочу убрать лишние сопутствующие белку компоненты, например, тот же кулинг и так далее в мясе или в чем-то, или мне там сложно это по ЖКТ, то я это делаю за счет протеина. Вот так вот. Или, допустим, дети у меня с утра, они идут завтракать в школе, основной их завтрак, а с утра они дома пьют там протеины. Я вот так решаю вопрос рационализации усиления белка. Вот. Ну, как бы очень, давайте так, чтобы не уходить без деталей, нам нужны аминокислоты. Вот запомните. А какой потом сформируется из них белок, это уже задача тела. Вот оно про что. Спасибо. Вопрос от Татьяны. Чем из НСБ можно поднять кислотность, если есть заброс желчи? Есть гипотериоз и аутоиммунный тиреидит, беспокоит кишечник. Пишут, что при АИТ нельзя сок алоэ. Как быть? Нигде не встречалось, что нельзя сок алоэ, встречалось, что нельзя хлорофилл, поэтому, оказывается, можно встретить и такое, и сикое, но и хлорофилл, и сок алоэ можно. Повышает кислотность стомакомфорт, HP fight, регулярно, давайте так скажем правильно, HP fight, стомакомфорт и сок алоэ. То есть, вам это можно, то есть, у меня не было такого, что на сок алоэ антитела растут у клиентов, вот сто процентов, как бы, из моей практики, вот так. Это есть чем повысить кислотность, ответ на вопрос, если я все запомнила правильно в вопросе. Правильно. вопрос от Виктории, это правда или миф? Слышала, что первым в каждом приеме пищи нужно потреблять белок, тогда начинает вырабатываться достаточное количество желудочного сока для того, чтобы весь белок мог перевариться. Правда это или миф, Катя? Правильно, слышала я. В первом приеме пищи это мой вопрос, да? Да, что первым в каждом приеме пищи, то есть, каждый раз нужно потреблять сначала белок. Обязательно, чтобы он был в каждом приеме пищи. В каждом приеме пищи он обязательно должен быть. Первый ли это кусочек, который попадает в ваш в рот, ну, наверное, стратегия от этого, конечно, будет меняться, но я все-таки переверженец чтобы попадала первая какая-то овощ. Но давайте по-честному. Вот мы когда садимся на салат и мясо, что там первое в нас летело, мы, ну, как бы, прям многие это не корректируют. Но я за то, чтобы больше влетало в нас первым овощ. Не влияет это катастрофически ни на кислотность, ни на что другое. Вот, хотя логика такая, ну, как бы, гипотетически может быть. Если честно, я никогда не заморачивалась на эту тему. Вот, честно. Говорю, как я. Я больше ем сначала, там, первую порцию мне попадают в меня овощи, и потом все остальное. Спасибо. Хорошо. Вопрос от Юли. Как давать лецитин маленьким детям? Глотать в капсуле он не будет. прокалывайте на язык, он очень сладенький, вкусненький. У меня вообще не жуют, как жвачку. Им нравится, что она такая липучая, и на них эта жвачка вообще раскусывает 10 лет, 8 лет. А когда они еще 6 месяцев было, там, 10 месяцев, я прям прокалывала, лецитин в ротик, капала. Вот так. Все просто. Благодарю. Следующий вопрос от Веры. Куда девается отработанный белок? Он образуется иммунной системой, когда реагирует на бактерии, вирусы, химикаты и прочее. Да, вот смотрите, у нас у печени есть, вообще у нас, давайте так, с отработанным белком разбирается три глобальных органа. Это кишечник, печень и почки. И первое, разбирается кишечник. Кишечник должен выводить это все. Печень должна перерабатывать вот это вот отработанный, если это гормон, мы говорим, да, и он белковый, то печень должна его трансформировать, называется биотрансформация, такая есть функция в печени, она меняет форму этого белка, и он дальше с кишечником выводится. Для того, чтобы это происходило, печень должна быть максимально здоровой. И у печени есть первая фаза детоксикации, есть вторая фаза детоксикации. И вот эти вот две фазы, они должны шикарно работать для того, чтобы вот это вот все белковое не нужно, неважно, это метаболиты каких-то бактерий, это иммунные обломки, это гормональные обломки, что бы там ни было, оно нужно его перетрансформировать и вывести. А для того, что печень так хорошо работала, молочный чертополовок пейте, будет вам счастье, или лифгард. Лифгард, наверное, даже еще лучше. Почему? Потому что, например, первая фаза детоксикации, она там зависит от наличия витамина С, витамина в группу В. Вторая фаза детоксикации может зависеть тоже от определенных антиоксидантов и от серы, например, и так далее. То есть, грубо говоря, когда вот Лена сегодня сказала, она очень важная вещь сказала, что если нету микро-макроэлементов, насыщенности, то очень много биохимических процессов не идет. И вот еще раз хочу делать на этот акцент, что для того, чтобы белковая фракция чего-либо или какой-то белковый обломок перетрансформировался и вывелся из организма, это стратегически такой большой теракардинал, это печень. И она хочет не просто чистки, она хочет еще микро-макроэлементов. Так что вот так. Спасибо, Катя. Последний вопрос на сегодня. Я сейчас в реабилитации, была антология, сейчас хожу в спортзал. Могу ли я использовать Эль-карнитин или какие-нибудь другие БАДы для снижения веса? Да, можете использовать Эль-карнитин, да и не только Эль-карнитин, но все, что является микроэлементами термогенеза. К термогенезу относятся полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, цинк, витамины группы В, Коэнзим-Ку-10, Эль-карнитин, но тут продолжать как бы можно и можно, да, то есть, ну минимально дайте себе жиры, лицетин, омегу, если вы барышня постарше, можно и Коэнзим-Ку-10, но лицетин, омегу точно и Эль-карнитин. Спокойно, вот прям ногостресс. Угу. Продолжение следует...